Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 января 2017 года четверг, по одному из старинных шестой день месяца в юге из Тужи 7525 лета четверик. Начинаем живой эфир «Три пути самосовершенствования» внешнее, внутреннее и трансцендентное с Дмитрием Лапшином. Здравия тебе, Дмитрий! Здравия, друзья! Давненько мы с тобой не встречались. Как дела у тебя? Как жизнь молодая? Замечательно. Жизнь просто великолепна. И у меня тут на днях новый день рождения произошло. 14 числа января новое восприятие. И поэтому я вообще новый человек. По крайней мере, так себя сейчас считаю. Ух ты! Значит, у нас тема «Три пути самосовершенствования» как-то связана с тем, что с тобой произошло. А поподробнее можешь, если не секрет, рассказать, что же произошло такого, что ты заново родился? Или это все-таки за рамки эфира надо выносить? Наверное, я в рамках эфира не смогу что-то такого особенно рассказать. А если я начну рассказывать, то это будет выглядеть как какая-то запущенность, занощенность. И это, так сказать, небольшой опыт, который со мной произошел. Он просто изменил мою меру восприятия полностью. Отлично. Ну что ж, скромность украшает человека, как говорится. Мы тебя, в свою очередь, поздравляем с твоим очередным днем рождения. Думаю, наши радиослушатели присоединятся к этому. Ну что ж, вступление сделано. Мы представились. Напомнили, кто мы такие есть. Хотя, я думаю, тебе напоминать не надо. Все, кто хотел тебя услышать, оказались на нас в эфире. Итак, три пути самосовершенствования. Внешне, внутренне, трансцендентные. Что это такое за пути в твоем представлении? Почему я так спрашиваю, уточняю? Потому что мы с тобой говорили уже о путях самосовершенствования. И вот теперь пришли к трем путям. Давай рассказывай. Да, отлично. И забавно то, что когда-то эту тему я выдвигал еще раньше, чтобы сейчас рассказать на этом сегодня. И вот совсем недавно я даже на эту тематику смотрю даже сам по-другому. И сейчас я буду уже говорить это как раз со своей новой точки зрения и точки позиции. Начну с того, что человек по мере самосовершенствования опирается на три уровня познания мира. То есть, мировосприятие человека определяет его вообще дальнейшую какую-то реализацию в нем. И вот если вспомнить такую картину предков. Плоская земля покоится на трех слонах. Слоны, либо киты. Есть киты третьих слона, либо три кита на черепахе. А черепаха в космосе. И вот суть этих вот трех таких вот мировоззрений. Плоская земля – это я уже в принципе затрагивал эту тему в своей книжке, но тем не менее я уже даже сам на это по-другому смотрю. Итак, плоская земля – суть дуального воззрения человека категориями да, либо нет. Три слона – это три мировосприятия. И вот что это за три мировосприятия? Изначально, когда человек рождается, он познает пространство и время вокруг себя, опираясь на органы чувств. Пять основных наших органов чувств – зрение, боняние, осязание, тактильность, вкус, запах. И вот у каждого человека свой диапазон из этих органов чувств, то есть зрительный, к примеру, диапазон. От инфракрасного до ультрафиолетового спектра мы видим лишь определенный диапазончик. Изначально человек не видит ни поляризованный свет, ни радиацию, ни инфракрасное излучение. Вот маленький диапазончик. Какие-то животные в других диапазонах все видят, птицы и так далее. Возможно, рыбы, кто их, можно так сказать, знает. Но, тем не менее, у всех у нас разный диапазон мировосприятия. От инфракрасного до ультрафиолетового спектра. Причем лишь очень узкий, очень маленький. В то же время, то же самое, вернее, и со звуком. От инфразвуков до ультразвуков мы слышим лишь маленький диапазон. Тишину, так сказать, зазеркалье мы не определяем, не слышим. И вот, когда человек рождается, он познает пространство и время. Опираясь на свои органы чувств, которые ограничены в своем диапазоне восприятия. Дальше же человек растет, развивается, развивается рациональная его составляющая. И он уже начинает получать, познавать пространство и время через второй инструмент. Это ум, разум, интеллект. Ум получает информацию, разум анализирует, делает выводы и складывает это в багажник свой, в интеллект. Итак, второй способ познания мира – это рациональности. Через логику, через ум, познание, наука и так далее, и тому подобное. Но как бы человек не познавал своей рациональностью пространство и время, вообще всю, все, все мире, бытие и небытие, его ум все-таки получает информацию от все тех же пяти органов чувств, которые, в свою очередь, также по-прежнему ограничены своим диапазоном – от инфракастного до ультрафиолетового спектра. То есть, как не познавай логически пространство и время, всемирие, так сказать, его умом нам не обхватить. И вот здесь есть третий, так сказать, способ познания всемирия. Если коротко, это состояние просветления, если более развернуто, то есть, это способность расширить все свои органы чувств до предела. От инфракрасного до ультрафиолетового на все грани, все пять органов чувства. И обхватить свое отражение, то, что мы называем внешняя вселенная, уже не органами чувства, а своим естеством, то есть, духом. Так называемое прямое познание, интуитивное, прямое. Вот три основных метода познания пространства и, так сказать, себя. Первый – органы чувств, ограниченные с детства. Второе – органы чувств, вернее, рациональность через органы чувств. И третье – просветление, состояние правия, расширение до пределов своих органов чувств. И вот, ворачиваясь к плоской земле, к суждению категориями да, небо, нет, то есть, дуальное восприятие, которое берут начало, черпают из трех слонов. Один слон – трансцендентность, другой – семеричность, третий – троичность. То есть, суть плоской земли – это когда человек опирается суждениями дуальными категориями да, либо нет. Но на плоской земле есть, так называемой в старой картинке, гора Меру, по-разному ее называют. Либо дуб – ясень, если это наша традиция, либо дерево – и драссиль, если это скандинавская традиция. По сути, не принципиально. Суть и смысл один и тот же за это скрывает. И вот символ этого подъема – это глубина, то есть, уже игра переплетения интуитивности, рациональности и трансцендентности. Вот как раз эти три слона, которые черпают свое познание от черепахи, то есть, символа мудрости, которая плывет в космосе, символ бесконечности, бесконечного предела. Бесконечный предел, то есть, это великая бесконечность, бесконечный, ну, это уже, если скоро своим языком, таким примитивным, бесконечным некуда так сказать. Так как слов тут я просто сам даже не найду каких. Итак, и вот глубина воззрения слонов. Тройка, семерка, тос. Путь троичности, путь семеричности и путь трансцендентности. Это воззрение человека. Путь троичности – это воззрение человека категориями «есть я» и «есть внешний мир». И подобное воззрение человека позволяет ему самосовершенствовать, а через внешний мир он начинает заниматься обрядами, религиями, шаманизмом всевозможным, магией, местами силы, руны, арканы. И то есть, через внешний космос, через свое отражение пытаться найти свой лик, познать состояние бытия, просветления через внешние инструменты. Итак, путь троичности – это путь самосовершенствования себя извне. Есть я и внешний мир. Путь семеричности более следующий уровень воззрения. По мере роста, по мере расширения сознания, поднятия вибраций, воззрение человека укореняется вглубь. И человек познает, что вся вселенная внутри его, что небо, земля и человек внутри, верхнее царство, нижнее царство, среднее царство, то есть тело, душа и духу, и проявляет, по сути, внешний космос. И человек становится воззрением семеричности, то есть я и внутренний мир. Первое было троичность – я и внешний мир. Здесь второе – внутреннее самосовершенствование – это я и внутренний мир. Где человек уже видит дуальность в какой-то смысле, неидеальность инструментов внешних и переходит ко внутренним инструментам. То есть для того, чтобы расширить, к примеру, для того, чтобы увеличить свой энергетический потенциал, ему уже не нужны места силы, не нужны обряды. Он уже занимается методиками примерить то, что называется руну на себе. То, что в разных традициях называются осаной, либо дерево жизни в каких-то там китайских направлениях, но не в каких-то там, а есть буддистское направление, даотское направление, где они технику руны применяют как дерево жизни, либо свеча так называемая. У нас это называлось примерить руну на себе. Ну, хотя у кого у нас? Эта руна тоже далеко не конечная модель формирования языка. Причем язык создавался не столько для общения, сколько вернуть себе способности. Итак, здесь человек уже кует самосвою суть через внешнее дыхание, энергия, расширение сознания, медитативные практики, а не применяя внешние протезы. Далее, когда он при помощи практик получает первый медитативный опыт, встречается со своим эликом, сам собой сливается с ним, он входит так называемая в среднюю ступень познания себя, познания трансцендентности. Познание трансцендентности – это восприятие и воззрение человека, где я, внешний мир и внутренний мир становятся единым, единым целым. И вот на этом вот это так называемое воззрение трансцендентности, где человеку уже не нужны никакие практики, ни внешние, ни внутренние, он видит в них иллюзорность и лишь инструменты, лишь ключики, отперев дверь, благодаря которым мы приходим домой, предел бесконечный, познавая игру. И вот состояние трансцендентности – это состояние, где человеку практики не нужны, где он своей внутренней естественностью поддерживает дуальность и трансцендентность игры, наслаждаясь тем самым от нее. Вот, по сути, три уровня воззрения человека, которые напрямую определяют его шаги, его путь. Путь троичности – самосовершенствование через внешние инструменты, путь семеричности – самосовершенствование самостоятельно, внутренними, через внутренние практики. И трансцендентность – это вхождение, слияние с самим собой. Вот, в принципе, коротко. Когда-то у меня это была большая лекция, но сейчас эта большая лекция увела бы в сторону. – Благодарю. Хочу сделать маленькое объявление. Друзья мои, пожалуйста, не дублируйте по два, по три раза свои вопросы, потому что тем самым вы ухудшаете качество наблюдения за чатом. Когда много вопросов, они одинаковые, то могут потом дубляжи попадать в чат уже ведущих, и по два раза придется их задавать. Это первое. Второе. Не забывайте, что вопросы в чате начинаются с фразы «вопрос в эфир». Это как ключ, который даст нам понять, что вы задаете вопрос в эфир, а не просто общаетесь с друзьями. И третье. Не забывайте, пожалуйста, представляться в своем вопросе «кто вы?». Иначе такой вопрос или пройдет мимо, или он будет от имени Степаныча. Как у нас просто принято. Если человек как-то себя не обозначил, то он будет у нас Степанычем. Если вы хотите быть Степанычем, тогда все нормально, если вы Степаныч. Ну что ж, понятненько, давай тогда сразу перейдем к вопросам, чтобы нам сегодня не томить радиослушателей. С удовольствием. Мы с тобой уже так общались много, теперь давай будем общаться с радиослушателями. Вопрос в эфир от Винктора. Здравия, Дмитрий. Когда кого-нибудь просит рассказать о своей жизни, о чем он говорит? О дате и месте рождения, о том, где он жил, о своей учебе, о встречах, которые у него были, о своей профессии, о семье, о детях и так далее. То есть о внешних событиях своей жизни. А самая главная сторона его жизни, обойденная молчанием, это то, как внутренне были пережиты им все эти события. Прошу прояснить, а нужно ли делиться с кем-либо своими внутренними переживаниями и насколько вредит человеку замкнутость в себе? Благодарю за ответ. Винктор. Здравия, Винктор. Как раз, когда человеку задают подобный вопрос, ну, во-первых, обязательно-необязательно отвечать, тут дело личное. Есть ли у нас внутренняя тяга душевная, отвечать, либо нету, а не от ума, нет, я скажу, нет, я не скажу. Единственное, ключик в жизни – это тяга души. Итак, задали мы, к примеру, человеку вопрос, и тут, кстати, мы можем по его ответу судить, каким воззрением он обладает. Если он начинает говорить о своих ценностях внешних, родился, построил, то есть всего внешним. Это воззрение, он находится на воззрении троичности. Если человек, допустим, начинает внутренними переживаниями делиться, возможно, он либо хороший теоретик, либо все-таки достиг состояния семеричности. А если человек способен передать свой опыт без слов телепатически, либо ввести в вас состояние, то это уже однозначно человек находится во зрении трансцендентности. То есть по ответу человека можно сказать о нем все. Ну, не все, а многое, по крайней мере. Отвечать, не отвечать – это уже дело каждого. По сути, сегодня мы понапридумывали себе очень много правил, очень много традиций. Ну, все это придумал, по сути, человек, то есть личность, то есть эго личности. Под эго я не говорю что-то плохое, злое. Добрые взращивания, нравственные качества, они тоже идут от эго личности. Эго не значит хорошего, не значит плохо, это нейтрально, это, по сути, личность. И вот все сегодняшние традиции – это опыт какого-то, возможно, древнего предка нашего, который переведен на умы человека, в слушатели начинают это переводить, записывать, формируя традиции, религии, повторности, то есть рамки, ставить рамки. Надо жить не рамками, надо жить сердцем, и поэтому выбор его и личный. Ответили правильно, не ответили – тоже правильно. Если это психический был ответ, то тогда уже, да, мы порождаем причинно-следственную связь. А если душевный ответ либо молчание, мы свободны от завязывания причинно-следственной связи. Ты знаешь, иногда просто люди, некоторые, встречающиеся с нами, они не готовы выслушать о твоем внутреннем развитии. Ведь надо учитывать, что не только ты развиваешься, но и люди вокруг тебя тоже или развиваются, или не развиваются. И так же, как ты, они могут чего-то достигать, и так же, как другие, они могут чего-то не достигать. Поэтому, когда ты встречаешься с незнакомым тебе человеком или с малознакомым, или, наоборот, с очень знакомым человеком, которого заботят только земные проблемы, то, наверное, говорить о внутреннем своем состоянии смысла нет. Его интересует больше, какого у тебя цвета забор, где учится твоя дочка, или родился ли у тебя сын, или как его назвали, сколько у тебя комнат в доме. И так далее. Безусловно, здесь полностью с тобой согласен. Включается еще второй механизм. Кто задает вопрос, скажет, нужно общаться на его языке, ищу понимание. Совершенно верно. Благодарю за добавление. Вопросы идут очень активно. Я одним глазом, я скоро косоглазым буду, Дима, с другой стороны, я в этот час говорю с другим-другим. А еще же два полушария должны синхронно работать. Тренировка мозга. Да-да-да-да-да. Были у нас такие эфиры. Вот такой продолжается у меня каждый день. Ромаш из Казахстана. Приветствую вас, Алексей Дмитриев. Два вопроса. Вопрос Дмитрию. Не так давно начал практиковать концентрацию внимания на семицветной картинке. Но перед тем, как начать практику, я расслабляю две точки в центре головы, где промежность. Ух ты. Думал, что немножко в другом месте находится. Ну ладно. Теперь, когда внимание перевожу в центр головы, начинает сразу появляться такое ощущение, как будто я задеваю это место в центре головы. Даже не знаю, как описать. Скажите, у вас было такое ощущение? И как это можно объяснить? Это первый вопрос. Совершенно верно. И все сделано правильно. Перед любой техникой сосредоточения, будь то созерцание, либо концентрация, либо любая другая медитативная практика, мы должны подготовить фундаменты. То, что вы сделали. Расслабление двух точек, отвечающая за ментал, за внутренний космос, то есть верхняя в центре головы, и отвечающая за я физическое тело и всю центральную нервную систему, отвечающая за низшую надбазовую точку. Все правильно, вы расслабились. И второе, то, что вы ощущали, когда будто прикасались к своему центру головы, там бывает ощущение, что вот и пальцем мы это задеваем. Это значит, вы достигли предела, не предела, а глубокого расслабления вот этой вот верхней королевской точки. И задеваете, да, ее действительно только чем? Своим вниманием. Именно когда мы достигаем этого ментального расслабления, наше внимание настолько сильное, что при фокусировке внимания на участке тела мы реально ощущаем, как будто мы ее задеем, касаемся. Именно в расслаблении наша фокусировка сильна. Так и происходит это, естественно. Совершенно верно. Вы молодцы. Ромеш, второй вопрос задает. Что скажете по поводу того, что говорят некоторые йоги о том, что спать с женщиной нужно раздельно? То есть, либо в разных комнатах, либо подальше друг от друга, якобы мужчина становится как женщина, слабым и так далее. Я, конечно, не женат, просто интересно. Нет, Парес, я, конечно, не женат, как будто это оскорбительно быть женатым. Фраза построена. Нет, а может он это говорит, я, конечно, не женат, потому что нету с чем сравнить опыт, а я он просто спрашиваю. Ну, тогда бы написал, у меня нет опыта, но просто интересно на будущее. Так я, конечно, не женат, но мало ли. Ну, хорошо, что скажешь? По сути, в природе животные, все птицы, они находятся друг с другом постоянно, и это не мешает быть своей естественностью. Точно так же природа создала мужчину и женщину не для того, чтобы мы разбежались по углам и смотрели друг от друга со стороны, как мы самосовершенствуемся. Как мужчина растет, как женщина растет. Природа нас создала, чтобы мы стали цельными. Цельными мы становимся в соитии. Под соитиями я не подразумеваю сейчас диких и, так сказать, животное, такое вот страстное поведение. А именно духовное соитие, энергетическое, психическое и ментальное. Слияние. Если человек тоже самый йогин, ну, в принципе, йогин – это уже состояние просветления, по сути. Ищущий. Заниматься асанами, пранаямами – это еще не достигнуть конечного предела. Но, тем не менее, если праведник, назовем его йогин, теряет энергию, значит, он слабый йогин. Если он не имеет опыта, если он имеет опыт, он бы сразу же понял, что это не принципиально. И при соединении мы способны усилить друг друга. Если он не имеет опыта, тогда он, значит, слушает наставления, которые от прошлых и придерживается. Потому что так сказал его учитель, а почему – не знаю. Либо он был третий вариант – слабый энергетический силовик, где более доминирующий силовик на него влияет. Если человек находится в состоянии, мы не отрицательно друг на друга влияем, мы влияем друг на друга только положительно. Ну, то есть, скажем так, ничего страшного в этом нет, все зависит от того, кто есть сам человек, да? Если человек слабый, если он не понимает суть практик, то тогда, ну, тут можно и совместно спать, и раздельно спать, и как-то еще по-другому спать. А можно вообще не спать, но при этом пользы жизни вряд ли повыше. Да, конечно, ключик один. Вот мы соединились друг с другом, и что мы ощущаем? Ощущаем мы упадок сил, ощущаем мы волнение, переживание, понижение вибраций. Либо мы ощущаем воодушевление, наслаждение. И вот по внутренним показателям мы можем определить, данный контакт нам идет во благость, либо во вред. Во всех взаимоотношениях слушаем, наблюдаем за собой, за своими чувствами и ощущениями. И это ключик. Можно прочитать много вариантов в книге, но ощущение – это прямая наша личная книга. Да, и получается, что все равно в любом случае главная осознанность. Если вы просто за кем-то что-то повторяете, то тем самым вы напоминаете мартышку в цирке, которую научили бегать по манежу, крутить велосипед, ходить по канату, и за это она получает бананы. А вот для чего она это делает более, кроме как получить бананы, она не понимает. Вот если вы осознанно живете, то тогда вы сможете и наблюдать, и понимать этот мир, и себя как-то в этом мире развивать. Вот это самое главное, на мой взгляд. Да, Ромеш, мы, я в этом случае, нисколько не подшучим от тобой, просто форма интересная такая, воздача вопроса. Если ты обиделся, уж извини, пожалуйста, я ничего плохого сказать не хотел. И думаю, что у тебя все будет хорошо, человек, ты, видно, интересующийся, и найдешь себе супругу, будет у вас все замечательно. Но ты нас, правда, обманул. Ты написал два вопроса, вот тут еще и третий от тебя. Можно ли заниматься соитием и при этом не терять семя? Как можно этому научиться? Не просто можно, а даже нужно. Именно когда человек слаб своим сознанием, либо слаб своими энергетическими каналами, либо одновременно и сознанием, и каналами, тогда, да, тогда мы теряем энергию. Когда же мы становимся чисты и сильны на уровне своего, чисты на уровне их каналов, и чисты на уровне сознания, тогда мы ее подчиняем и начинаем контролировать. Практик всевозможных много. Есть славянские практики, есть тибетские практики парные, даотские практики. По-большому знаю только вот эти три направления. Индийский, да, в принципе, да, индийский их тоже слышал, но их уже не знаю. В каждой традиции есть взаимные практики. Главное – уметь контролировать свои внутренние энергии. Это сознание, частота канала, в первую очередь, на это все опирается. Хорошо, так, смотрю вопросы в эфире, вернее, в чате в эфир. Поступает совершенно не по форму. Кто-то забывает написать вопрос в эфире, и тем самым я просто этот вопрос пропускаю, потому что я не уверен, что вопрос эфира – это, может быть, общение с друзьями. Второе. Представляйтесь, пожалуйста, если ваш ник по-английски написан, латинскими буквами или немецкими, неважно какими, латиницей, то в этом случае я не могу его как-то точно воспроизвести. Пожалуйста, подписывайтесь, вопрос в эфир от того-то, того-то. Иначе могут быть очень нелепые ситуации. Идем дальше. Сибирский ситх. Вопрос в эфир. Дмитрию. Вопрос касаемо здоровья. У моей бабушки тяжелая форма гипертонии. Из-за давления несколько лет не выходит из дома. В квартире передвигается с трудом. Поддерживая, придерживаясь за стены и предметы. Много лет пьет таблетки и ставит уколы. Как помочь облегчить состояние или исцелиться естественным путем? Какие практики могут помочь? Из внутренних практик – это задержки дыхания. В ее случае на вдохах сначала надо начинать. Задержки дыхания на вдохе с закрытым носом до 60 секунд. От 5 до 10 подходов это делается. Пауза отдыха между подходами не больше минуты. После того, как она дошла со своим здоровьем, задержки дыхания на вдохе до 60 секунд, надо довести задержки дыхания на выдохе до 60 секунд. Вот, в принципе, моя рекомендация. Активное накопление СО2. Ты знаешь, Дим, здесь вот то, что сказал, очень верно и правильно, но надо ведь смотреть на человека комплексно, мне кажется. Человек, который много лет пьет таблетки и уколы ставит, я думаю, что там и с питанием не совсем все правильно, а может быть совсем неправильно. У меня таких знакомых огромное количество, которые пьют постоянно таблетки, жалуются на давление, то низкое, то высокое, и их жизнь не улучшается. То есть они все время направлены на какую-то врачу. А потому что питание и таблетки – это внешняя алхимия, запас внешней алхимии, на которую наш организм подвязывается. В тот момент, когда она дойдет задержки дыхания на выдохе до 60 секунд, вся синтетика и косвенное вторичное питание будут просто отходить на второй план. Самое естественное. Не прибегая к каких-то борьбов ко вкусовым рецепторам, чтобы ограничить себя в питании. Просто в моей практике был такой интересный случай, и когда ко мне обратилась женщина одна, она просто падала, жила на деревне, и у нее хозяйство было, коровы, овцы, куры, ну, как все положено. И она просто падала от давления. И когда кое-что я сделал, она ощутила, что так все просто, все спокойно, и, в общем-то, много лет уже не страдает. Она просто энергетически чуть-чуть по-другому осмыслила кое-что, плюс кое-что было сделано в ее организме. Поэтому я и говорю, что здесь человеку необходимо еще кое-что понять. Если человек не поймет что-то, то в этом случае заставить себя не дышать, например, это для нее будет проблема. Она проще обратиться к таблеткам. Она проще себе сделать пару уколов. Вот к чему я. То есть настрой человека, она должна захотеть. Да, дыхание и сознание, дыхание и осознание, они тесно связаны с собой и связываются на уровне сердцебиения, ритма сердцебиения. Осознание меняет ритм сердцебиения, и то влияет на дыхание. И наоборот, заменимаясь дыханием, мы через ритм сердцебиения влияем на осознание. И когда человек достигает этого глубины задержки дыхания, это чисто физически внешний подход, который легче всего, так сказать, применять. Он через свое естество сердцебиения, то есть свое подсознание, он не только вытесняет внешние физические блоки, шлаки и токсины, но и подсознательные. И когда они выходят, мы их вспоминаем и осознаем как раз. Но это мой подход, мое видение. Конечно, если человек подробно посмотреть, то можно и внутренние практики подобрать, и более внешние, начиная с питания, и, допустим, там те тоже самые крапивы, кремниевые продукты. В общем, в любом случае необходимо сначала осознание. Если человек опрос сказать, давай ты дышать научишься правильно, вернее сказать, не дышать, он скажет, что с ума сошел, я под эту таблетку выпью. Не только от этой мысли хреново становится, некоторые говорят, а ты мне говоришь не дышать. Ладно, идем дальше. Предупреждаю, все, кто пишет по-латински, для меня превращаются в Степаныча. Так вот, Степаныч задает вопрос Дмитрию. Как я понимаю, переход в тело света можно достичь при желании или стадии бордо? Имеет ли преимущество один перехода перед другим? Видимо, один вид перехода перед другим. Так, я не понял. Вот один переход, я так понял, он имел в виду через бордо, а второй вариант какой? Первый вариант? Вот, я не знаю. Переход тела света можно достичь при жизни или в стадии бордо. А, я понял. А, видимо, первая жизнь – стадия бордо, а вторая – это при жизни. Вот как-то видно. Да, я понял. Обычно, да, разделяют эти два процесса. При жизни переход в тело света, и когда человек умирает, он еще находится в состоянии бордо перед воплощением сансары. Там есть три стадии бордо, где он, так сказать, переходит в тело света. Когда человек глубоко засыпает, либо когда человек досягает просветления, мы как раз прожигаем все бордо. И даже если, когда мы в яви, в жизни, достигаем просветления и далее уходим в тело света, мы в любом случае проходим бордо. При жизни, после жизни, мы в любом случае проходим стадию бордо. Только в одном случае это мы сами контролировали, а в втором случае, когда тело уходит в навь, так сказать, умертвеет, в принципе, нету. Уход в просветление, либо в тело света через бордо однозначно, и это единственный вариант будет проходить. То есть в жизни мы осознаем себя в бордо, а после смерти мы вылетаем в бордо и там уже себя осознаем. Вот две, в принципе, разницы. Скажите, пожалуйста, а почему многие люди боятся, во-первых, смерти, они хотят бессмертия достичь, а второе, для чего люди хотят попасть в тело света? Ведь если богам было так необходимо, чтобы люди проходили обучение в тех телах, которые есть, то зачем тогда искать какие-то способы перехода в иные тела здесь, на земле? Ведь изначально именно эти тела были для земных, для нашего человеческого вида здесь предназначены. Ну, тут я даже бы не сказал изначально, не изначально. Нет, именно от физического нашего состояния, которое сейчас у человека есть. Я не имею в виду, который предыдущий, там и так далее. Боги – это, так сказать, наши аспекты «я», высшего духа. На уровне сансары, так сказать, миры богов, миры полубогов – это тоже мы, наши отпечатки, и которые также реализуются, так сказать, сами в себе, через так называемую вспышку. Вспышка, то, что называют тело света, это иллюзорность. Когда сознание человека становится трансцендентным, эта трансцендентность вырывается в явь, то он становится многомерным. А трехмерные зрители в окружении, они просто многомерные объекты не воспринимают. Мы, наши явные глаза, воспринимают все трехмерно. И когда сущность, человек, достигая трансцендентности, становится многомерен, просто внешне окружающие товарищи, мы с вами, увидим вспышку света. Это название тела света, слово тела света, радужное тело света. По сути, данная личность стала многомерным. Оно слилось с самим собой на уровне трансцендентности. А тело света – это как побочный эффект. Что в этом теле можно достичь такого, что невозможно достичь в обычном теле? Физическое тело – это самая сгусто сконцентрированная материя. То есть, наш дух, он первая стадия, это идет стадия материализации. То есть, ноль порождает единицу, единица двойка, двойка тройка, тройка бесконечную тысячу. То, что наши предки называли «зазеркалье». Дальше формируется явь. То есть, физическое тело – это продолжение сознания, самая плотная, уплотненная его часть продолжения сознания. И вот это вот самое мощное богатство духа. На тонком плане она физическую материю не имеет. Она уже потеряла эту, лишена, так сказать, физического тела. И вот каждая клеточка – это продолжение сознания. Во-первых, это сгусто сконцентрированная энергия. Уже сейчас ученые почитали, что в совокупности энергия каждой клеточки равна радиоактивному, да, не радиоактивному, господи, говорю, тоже глупости, а ради реактивному самолету. Клетка. Любая материя имеет сознание. Сознание и материя точно так же находятся в соите, как пространство и время между собой. Аналог прям один в один. И вот когда человек достигает просветления, после этой стадии он одухотворяет свою материю, то есть, каждая клетка – это наша новая вселенная. То есть, так человек достигает просветления и, так сказать, сливается со всемирьем, то есть, состояние чистого поля. А когда еще и достигает просветления его тела, он становится былинным, то есть, былиная другая реальность. Он уже не просто просветлен, он уже творец. Но творец о какой степени – это не столько, сколько мы творим что-то, а сколько способны свою уже имеющуюся фрактал проявить в яве. Не знаю, насколько это подробно, но тем не менее, грубо говоря, это когда достигает не только наша живая, живая тамарная частица, личность просветления, но еще и творение этой личности, то есть, наше еще тело получает просветление. Хорошо, его окружающие люди видят в виде света, а он как видит всех людей этот мир? Да, он уже становится одновременно и наблюдателями, вернее, и своей над личностью, духом, и уже тех актеров, которые остались в игре. Это он же сам. И он сливается. Объект наблюдателя и наблюдения становится единым целым. Нет разницы. Я сижу тут, вещаю. Ты мне задаешь вопрос. Слушатели слушают. Он в этом состоянии одновременно во всех. И в наслаждении начинает играть эту игру через каждого. Хорошо, идем дальше. Ну, если более такой наглядный, я думаю, что многие вещи, возможно, непонятны, либо я неправильно донес, либо мне так кажется. Ну, по крайней мере, была капелька. Вот тут у нас много. Это капельки-капелек. Это вот совокупность капелек. А тут сущность, эта капелька перешла в тело света и стала океаном. То есть, всеми капельками сразу. И контролируете своей осознанностью не только ту старую свою капельку, а все. Вот, в принципе, такой вот пример. А учитываешь ли ты в своих рассуждениях следующий аспект, что каждый человек приходит в этот мир для каких-то своих определенных целей и задач. Например, одному необходимо быть лесорубом всю жизнь. Вот он рубит лес. Другому необходимо стать каким-то учителем. И он будет преподавать, заниматься детьми. Третьему кем-то еще. А четвертому необходимо пройти этот путь так, чтобы он достиг уровня нового своего тела, светового, например. И не будет ли являться неким нарушением, когда вдруг лесоруб и учители кто-то другой захотят достичь уровня света, тем самым пытаясь перескочить через свой уровень эволюционный в этой жизни. То есть, может быть, в следующей жизни для них нужно это будет достичь. А вот в этой, насмотревшись, например, на людей, которые достигли уровня света, они также говорят, «О, я хочу, чтобы мне такое же тело было». И они пытаются заниматься этими вопросами, тем самым не развивая себя до конца в своем направлении. Быть лесорубом хорошим, стать прекрасным учителем и так далее. Скажу так, что вся эта эволюция, вся эта цель души – это дуальность, это сон внутри сна. То есть, в одном сне мы уснули, потом начинали себя реализовать в лесорубе, в другом там учителе, в третьем там мессия, в третьем там наподобие меня тут что-то вещает, там четвертый также наподобие меня, наоборот, что-то не вещает, ушел от своршельничества, там третий вообще там непонятно что. Все это сны, все это наши сны, которые мы в воодушевлении, в прельщении начинаем от степени своего прельщения тяготеть. Тело света – это проснуться и моментально реализовать все варианты, так как все варианты, они уже существуют, нету цели. На уровне души мы в дуальности тяготеем, к одному, второму, третьему. На уровне духа уже все варианты целей существуют и реализованы. Пока мы спим, мы стараемся играть, мы воспринимаем только один вариант, один уголок своего естества, и видим и стремимся к нему. То есть, у нас тут очень замечательный сон. Ну что ж, хорошо, идем дальше. Так, следующий вопрос от Семена Ганиева. Здравия и счастья, Дмитрий Алексей. Вопрос Дмитрию. При выполнении древа жизни ощущаю сильный сгусток энергии между бровью. Можно ли концентрироваться на нем, а не на нижнем Дан Тяне? Как вам описано? Нижнее царство, царство живое. Дан Тяне – это у нас китайская терминология. У нас это было, называли царство, царство живое, нижнее. Можно концентрироваться на верхнем, если есть плотность. Но что будет происходить? Тогда будет увеличиваться наше верхнее царство, отвечающее за мудрость, ясность, просветление и рациональности. Нижнее царство отвечает за нашу эфирную составляющую. И поэтому, что вам в Доминанте нужнее, необходимое, чтобы более качественно выиграть в этот сон, в эту игру? Нужна мудрость – концентрируйтесь на верхнем центре. Нужна энергетическая сила – фокусируйтесь на нижнем центре. Как вы хотите себя проявлять в этой яве? Хорошо. И такой момент, на определенных моментах, если наше царство, допустим, верхнее, а мы на нем концентрируемся, оно пошло переполнять нас изнутри, и такое напряжение, переполнение сильное, тогда надо переключить внимание на нижнее царство. Значит, оно не справляется. То есть, навести некий баланс, да, между верхом, низом и серединой. Да. Если есть переполнение, то нету баланса, то есть, расширение давления изнутри, значит, нету баланса между тремя царствами. Вот тогда обязательно надо переносить на другое, ниже стоящее. То есть, не превращаясь в такой водуванчик, да, раскрывшийся, тоненькая ножка, большие-большие щеки. Все должно быть равномерно. Так, идем дальше. Опять не представился по-русски человек. Вопрос эфир. Касаемо сварги. Я Алексей из Екатеринбурга. А, вот, наконец, все, нашел, нашел. Попрошу прощения. Свод здравый мне преподавал Вячеслав, когда приезжал к нам. У нас нету тренеров в городе, где можно поблизости обучить свободу силы. Не собираетесь ли вы в этом году в Екатеринбург? Так, возможно, я сейчас нахожусь на такой стадии, что, ну, если говорить такими приземленными словами, что сам еще отхожу от того опыта, который получил, и я сейчас стою на распуте. Преподавать ли мне вообще, есть ли в этом смысл, либо преподавать играючи, продолжать, то, возможно, да, через следующие полгода, до лета точно не получится, а следующие полгода, да, возможно. Пока трудно сказать. Где-то месяц, и вся картинка будет ясна. 28-29-го планирую открыть сайт, и там вся информация будет. То есть месяц ты планируешь находиться на распутье и раздумывать, читать камень, да, куда идти, направо, налево или прямо? Нет, месяц это больше для таких материальных дел социальных, обустройка сайта, программы, обнулить их, либо все-таки воссоздать, построить, либо передать кому-либо кому-то. Это будет чисто такая, я уже, по сути, знаю, только надо подпитаться в этом своем воззрении немножко еще. А этот месяц будет больше такой социальным. Друзья мои, чтобы таких вот не происходило неприятностей, что я не вижу, кто написал. Поэтому сначала вопрос в эфир, дальше от того-то, того-то, оттуда-то, оттуда-то и сам вопрос. Итак, вопрос в эфир. Эберлинг Дмитрий, Германия. Всем здравия! Как дела у тебя, Дим? Как успехи? В долгий ретрит, надеюсь, пока не собираешься. Ждем с нетерпением твоей книги и тебя к нам в Германию. Спасибо тебе за твою деятельность, за твой труд. Очень вдохновляет и мотивирует. В чем вопрос здесь, непонятно. Скорее всего, это реплика в эфир, но пожелания добрые, хорошие. Благодарю, благодарю. По поводу ретрита, единственное, уточнить. Не собираешься ли в долгий ретрит? А что такое долгий? Это так, на лет пять? Ну, по сути, когда человек, уходя в долгий ретрит, он целенаправленно создал себе временное пространство для того, чтобы погрузиться вовнутрь, для познания себя и так далее. Ну, по сути, это вхождение в это состояние, оно может быть длительным, тогда ретрит, конечно, долгий. Либо по мере готовности, если человек подготовил корни, оно может быть раз, как щелчок, и человек вошел в это состояние. По сути, мне ретрит длительный сейчас уже не принципиален. Понятно. Ну, первую часть вопроса даже не стала рассматривать, потому что сначала я ей задал, тебе как твои дела, ты ответил, что у тебя все хорошо. По поводу книг, книги новые какие-то собираешься писать или тоже, опять же, стоишь-то, расходу и думаешь? Собираюсь. Сейчас та книга, о которой я говорил, трехтомник, троечность и семиличность, трансцендентность, то есть так короткая энциклопедия самосовершенствования с трех позиций, сейчас она, по сути, упирается на художество. Картинки хочу сделать с художниками, общаюсь, то есть какие бы лучше сделали, она уже готова, по сути. Хотелось бы просто ее оформить грамотно, оформить образными картинками, значимыми картинками, иллюстрациями. И вот сейчас все опирается именно в, так сказать, форму. Будет дописано, да. Хорошо. Эйберлинг Дмитрий продолжает вопросы. Я заметил, что есть некоторые расхождения между тем, как ты обучал на тренинге «Железная рубашка» и некоторыми отрывками твоих видео. Понимаю, что раз ты так делал для данной группы, значит, так лучше. Но, когда занимаешься дома один, появляется куча вопросов и сомнений о том, правильно ли ты понял или правильно ли делаю. Что можешь посоветовать? Просто дальше заниматься и все, со временем придет. И еще хотел спросить, когда будут проходить другие тренинги из раздела «Кремень». Например, «Стан спаса», «Воин ветра» и так далее. Или они уже проходят, но закрыто. Благодарю. Вот несколько вопросов. Что касается вариантов «Железной рубашки». Вообще, сколько я занимался с 2000-х годов данной практикой, наш мастер несколько раз менял последовательность ее. Сейчас мы занимаемся по последней последовательности. По сути, есть некоторые моменты, которые не принципиально, не особо принципиально в последовательности, так как у нас всегда было перед экзаменом последовательность за две недели, а то и за месяц менялась в немножко другом русле. Занимайтесь по последнему варианту. Что касается «Кремень», «Кремень» недавно прошел буквально на днях и будет еще очень, ну не очень скоро, через месяц, через два, тоже 28-29 числа января вот сейчас планируем открыть сайт, где тоже будет вся информация выложена. я думаю, что иногда все-таки даже какая-то техника, какая-то методика, она проходит в стадии становления, дополнения для определенных условий жизни, для определенного времени. Поэтому, если кто-то думает, что все статично в этом мире, то он тем самым попадает в разряд дуальности. Я думаю, что каждый мастер для каждой группы находит что-то свое, необходимое именно этой группе. И поэтому говорить о том, что вот до этого ты говорил так, а сейчас говоришь это, показывал так, а сейчас показываешь это, наверное, это не совсем верно. Потому что и сам мастер изменяется в этой жизни, и он что-то познает. Потому что если он перестает что-то познавать в этом случае, ну как его можно уже мастером назвать, это просто экспонат какой-то музейный становится. И, во-вторых, он обязательно должен следовать, а что в его группе происходит. Наверное, так? В какой-то степени, да. Все должно быть, все динамично, динамично. Есть алгоритм последовательности динамики этой, который можно подхватить, познать. И, да, мы можем менять, главное, грамотно. Знаючи. Суть в том, что если вы исполняете даже какую-то технику из старых записей или то, что получили, я думаю, что она все-таки не навредит. А если вы увидите какие-то дополнения, ну что ж, наверное, дополнения были даны для того, чтобы вы их увидели в своей жизни. Просто так ничего не случается. Так, я Гриша. Вопрос в эфир. Всем крепкого здоровья. Дмитрий затронул интересную тему про то, что язык был создан для того, чтобы себе вернуть способность. Интересует вопрос. Какую способность? Если так условно говорить, мы все едины на уровне подсознания. Это пока есть тоже дуальность. На уровне трансцендентности даже само выражение сознания осознанности это глубокая иллюзия, так как сознание и осознает это только личность. Личность по мере становления и саморастворения. Так как есть такая практика вхождения так называемая в предел. Когда мы сначала ее практикуем, потом мы растворяемся в ней, отдаемся ей. И вот если человек отдался ей, то он достигает своего предела. А если он сохраняет эту практику, то есть порождая дальше уже искусственность, он уходит в сторону и возвращается в яфь. тем не менее. Какую способность? Способность трансцендентности, трансцендентного восприятия, коротко, состояние аза, либо пиита, бога воплощенного, да уже даже воплощенного, неправильно будет сказано, бога присутствующего и в яви, и в наве. Присутствие в яви и в наве это состояние прави, одновременности. И вот когда человек, вернее, его фракталы, это, так сказать, мы начали терять эти способности, пребывания абсолютное, где нам язык речи не нужен был, мы как минимум образ передавали эталонно, ну, современный язык, наверное, будет телепатия, правильно сказать, был следующий уровень язык души, язык состояний, и потом, когда уже потеряли язык души, язык речи, то есть образы. по сути, один из самых прямых методов познать это письмо, вернуть себе способность, это есть, допустим, два образа каких-либо, мы на них смотрим вороний дозор, и между ними появляется третий образ, и если мы этот увидели, третий образ, то в нас вспыхивает сила, и мы нелогически понимаем, а да, вот этот текст, там что-то мне там обозначает, а мы интуитивно с ним сливаемся, и поэтому кто-то применяет черты, резы, аруны читает их там задом наперед, раскладывает там по порядку, там три уровня шифрования, кто-то меряет их на себе, занимая положение в теле определенное, а кто-то входит в измененное состояние сознания, к примеру, вороньим дозором, смотрит на них и видит третий, третий сегмент, объемный сегмент, и уже сливается, ворачивать себе эту способность. Именно какую способность, способность своего Аза, Творца Бога. Хорошо. Вопрос в эфир Дмитрию. Хочу стать инструктором по Сент-Исиву сварги железной рубашки. Как и когда можно сдать аттестации на инструктора? Что для этого нужно? Напишите тогда нам на почту совершенного человека, либо мою почту звук безмолвия, мы спишемся и тогда придумаем. Вопрос эфир Дмитрию. Первое. Можно заменить практику дерева жизни на стойки головы? 30 минут. Первый вопрос. Разные практики преследуют разные цели и достижения разных плодов. нет. Дерево жизни не будет взращивать наше царство. Оно предназначено для ускорения развития центрального канала. Разные направления. Второй вопрос. В чем отличаются семь чакр от трех третьего? Три царства написано. Такое же называется. Ведь это все накопление энергии. Не совсем. Мы электромагнитная природа. Чакры, то, что мы называем сейчас чакры, это электрический аспект нашего подсознания, электрическое его проявление. Царство это магнитный аспект, магнитное проявление нашего подсознания. В совокупе это электромагнетизм. Разные две природы. С позиции дуальности разные. Электричество, магнетизм, пустота и ясность, воля, душевность, воля, любовь. Если человек вошел в трансцендентность, то он соединил в нем уже это не принципиально и вторично. А пока это далеко разные вещи. Одно имеет природу электричества, то, что называются чакры, проявление подсознания. Царство это магнитная природа. Идем дальше. Вера Ника написана по-латински, но понятно, поэтому прочитал, как есть. Вопрос эфир номер один. Что такое чистое сознание? Это когда нет мысли и оценки происходящего? Что вы подразумеваете под просветлением сознания? Первое. чистое сознание. Когда мы смотрим на любой объект, на любого человека, дерево, растения, к примеру, на человека, первое, что воспринимает объект, это наша ясность, наш дух. Дальше включается ум и начинает интерпретировать, так это мужчина, женщина, это красивый, некрасивый. После того, как объект интерпретировал ум, включается психика. то есть она, если это, допустим, был там красивый человек, у нас там воодушевление, там, если это наш друг, а если ум сказал нам, что это так называемый псевдовраг, то у нас, допустим, раса и психическое состояние чуть-чуть подубавилось. То есть три процесса. Первое воспринимает объект ясная ясность, то есть дух. Второе вмешивается ум, накладывает образ. И третье после того, как ум наложил образ, возникает состояние. И вот у обычного человека эти три процесса настолько молниеносны, он их не отслеживает, и такое ощущение, что это все один и тот же вторая стадия вмешательства ума, и третья соответственно стадия вмешательства психики, вот когда мы начинаем видеть все, воспринимать своей ясностью, то есть духом, прямым видением, вот тогда называется чистое восприятие, то есть восприятие без вмешательства ума. Но на данном этапе мы еще видим все эти феномены трехмерно. Трехмерно. Дальше человек укореняется в своей ясности, достигая состояния еще и постотности. И при таком искусственном мастерстве своего зеркального сознания он сливает пустоту ясности, дальше начинается чистка подсознания, саморастворение феноменов, и он входит в многомерное восприятие. Сначала он, грубо говоря, начинает воспринимать геометрию, вернее, его трехмерное восприятие объектов начинает плыть, зеркалить, кто-то может думать, сходит с ума, потом пошла геометрия, потом геометрия познается природой игры света, звука и формы, после чего мы начинаем видеть, что все распадается по атомам, и в том числе наше тело. В этот момент наша личность саморастворяется, и в момент саморастворения личности нам кажется, что мы физически реально умираем. И вот когда человек прошел эту стадию, он начинает видеть все такое, какое оно есть. Коротко, это многомерное восприятие, то есть ясное восприятие, прямое, без вмешательства ума и психики. Это вот прямое как раз чистое сознание, чистое восприятие, но это глубже, чем остановка внутреннего диалога. А просветление, это когда мы уже прошли череду, позволили внешним феноменам самораствориться, и уже слились с тем высшим духом, который сейчас и общается через меня, через вас, и через тех, кто сегодня здесь не присутствует. И не только это относится к людям. Вероника задает второй вопрос. Что в религии подразумевается изначально под преображением и вознесением? Благодарю. Единственное, здесь не уточнила она, какую религию имеет в виду. Возможно, я думаю, это что-то относится к телу света. Вознесение, возможно, это относится к телу света. То, что в религиях за впечатлено, по крайней мере, это мое мнение. Надо будет спросить, либо надо было спросить у той личности, которая придумала данную религию. Либо попыталась ее описать, наблюдая за процессами святого человека. Ты знаешь, я так предполагаю, что те личности, которые религии придумывают, они обычно такие вещи не расписывают. Вот если есть какое-то учение, там, как правило, в учении появляется какой-либо человек, которого послали сюда или который взял на себя некую миссию, возложил. Это учение. Когда же из учения делается религия, то там намешивается кем-то очень много чего такого, что непонятно. И там уже этот человек является некой вывеской, эта сущность некой вывеской. А дальше там уже напридумано много чего. К сожалению, с религией это всё происходит. Поэтому есть вера, есть знания, есть ведание, есть религия. Это немножко разное, может быть, и множко разные понятия. Поэтому ожидать какого-то разумительного ответа иногда от религии несколько сложновато. От учителя можно получить, от ведущего человека можно получить, от веры в изначальном смысле этого слова, от образа этого тоже можно что-то получить, а вот от религии вряд ли. Потому что всё-таки религия – это повторная связь кого-то с кем-то, там уже многое что-то дополнено и изменено. Ну ладно, что-то мы остановились. Идём дальше. Вопрос эфир от Дениса. Дмитрий, очень рад чудесной возможности послушать этот эфир. У меня два вопроса. Первый вопрос. Думаю, тебе доводилось наблюдать такое, что многие практики с самосовершенствами ведут к тому, что человек только ещё сильнее привязывается к своему эго, начинает считать себя чище, выше, умнее других. Как избежать этого и как правильно вести себя с такими людьми? Всякое бывает. Бывает и такое, когда человек кажется, что растёт, достигает способностей, причём ситх, там, сверхспособностей. Но это больше кормит и питает его эго, личности. Вместо того, чтобы сама растворить при помощи своей духовно-душевной силы то, для чего он, в принципе, ими занимался. И дальше человек силу может применять либо для взращивания эго, либо для её саморастворения и понимания, кто он есть по-настоящему, от природы, от безграничного предела. всякое бывает. И тут уже по мере нашего духовного роста мы будем либо проходить огонь, спотыкаться о воду, либо проходить огонь и воду, спотыкаться на медных трубах, когда способности пройдут, либо проходить и то, и другое, и третье. Если не пройдём сейчас, расстраиваться нечего, впереди вечность, и это пройдётся и в другом, так сказать, нашем перерождении. Как поступать? Оставить его? Пускай тешится. Он играет свою игру и пускай наслаждается в ней. Мы должны наслаждаться в своей. Обозначили ему, показали ему зеркало, ты там, допустим, совершаешь плюс, либо минус со своей точки зрения, конечно же, со своей точки зрения, пока у нас ещё она есть. А его дальше выбор последовать, прислушаться, либо отвергнуть и оставить его со своим выбором. То есть, зазнашиваяся гуся, оставьте гусём, да? Не переубеждайте в ничём, не обращайте внимания. Пускай спасает Рим. Так, дальше. Дальше. Второй вопрос. От Дениса. С самого детства есть у меня умение как бы напрягать мозг. При этом создаётся что-то вроде давления или шума. Что это может быть? Так вот, как бы или всё-таки умение? Здесь очень важно, Денис. Ну, ладно. Вопрос задан. Я бы рекомендовал наработать умение не напрягать мозг, а расслаблять мозг. И, возможно, это было перенапряжение какое-то. Тут, для того, чтобы судить о опыте, надо его прочувствовать. Возможно, он имел в виду умение глубоко сосредоточиться, при которых поднимаются вибрации, и это выражается, либо умом он интерпретируется как шумы, либо это физическое всё-таки напряжение. Если это физическое напряжение, то это негативный процесс. Если всё-таки его глубокое сосредоточение, это замечательный процесс. Но, в любом случае, умение расслабляться превыше умения напрягаться. Да, напрягать нас в жизни многое. Вот вопрос, может ли вы на это многое реагировать так, чтобы не напрягаться? Вопрос в эфир от Андрея из Испании. Вернее сказать, два вопроса. Первый. Можно заменить практику. Анна, это уже было. Просил же, не повторяйте по два раза вопросы. Не повторяйте, тратите время. Вопрос в эфир. Сергей из Беларуси. Здравствуйте. Как проявляется в физической реальности углубление восприятия окружающего мира душой? Переход от 100% власти ума. Это в скобочках. Означает ли это жизнь в потоке, жизнь без препятствий или это все игры ума и в жизни будут трудности всегда? Как, Дима, переход к душе, в скобочках углубление в себя, проявлялась в твоей жизни? Вот несколько вопросов в одном. Да, я просто скажу, чем наше внимание, чем яснее внимание личности, тем ближе она к своей той части трансцендентности. То есть, чем шире наше сознание, тем выше вибрации, тем, да, тем более благостно вокруг нас будут проявляться события. Сначала на низких вибрациях мы начинаем самосовершенствоваться на уровне огонь, когда встречаем сопротивление препятствия где-то к своей цели и чем допустим больше мы наработали блоков с этим либо прошлыми иллюзорными воплощениями, тем это будет более огненно и к нам являться больше сопротивлений. Но по мере роста будет все больше возможностей благостно достигать своей цели. То есть, чем выше вибрации, тем мы переходим от уровня огня в зону медных труб, дальше уже будет стадия не соблазниться. И тогда мы перейдем в зону света, то есть, слияние личности и трансцендентности. Да, будет более благостно все у нас выстраиваться синхронистичность событий. Есть такое выражение, человек светится изнутри, то есть, его видят в человеческом теле, но к нему все стремятся, стремятся его увидеть, стремятся с ним пообщаться. Вроде бы, он не достиг уровня тела света, но при этом, вот говорят, светится изнутри. Ты таких людей встречал по жизни, и как ты думаешь, почему это происходит? Вроде одинаковые люди, один светится, а другой не светится. Один как солнышко, другой как черная дыра. Данный человек является святым, то есть, человек накопивший внутри себя свет, то есть, духовную силу, до такой степени, что его дух начинает проявляться через явное физическое тело. И вот раньше святыми называли только тех, кто достиг этого стадия внутреннего свечения, их тело переставало откидывать тени. Таких людей я не видел, но таких людей я слышал от своих учителей только. И вот разница в одном, один проявляет через себя значительные проявления естества духа, а другой через шаблоны личности, через накопление эго не способен проявить такое количество духа. Но имеется в виду не воля, а именно духовная сила, и он далеко не светится. Хорошо. Семен Ганеев. Вопрос Дмитриев. Где можно приобрести вашу вторую книгу, где найти нормативы для сдачи на инструктора второго уровня, и если я сдам нормативы, смогу ли я сразу работать у вас, пребываю на жидком питании. Все нормативы каждого из уровня также есть на сайте, который скоро откроется, также со всеми нормативами любого из уровней и направлений там сварга, кремен либо сенситив можно ознакомиться у нас, позвонив в центр совершенного человека. как сдав нормативы, как вам преподавать, это уже как вам удобно. Можете сразу можете откладывать, тут уже ваша фантазия и игра как хотите. дальше очередное увещевание меня. Пожалуйста, не повторяйте вопросов одинаковых. Не повторяйте. Каждый вопрос, который задан правильно, попадает в наш админский чат. Ромеш уже три раза вопрос один тоже сюда задавал. И не только Ромеш. Идем дальше. Вопрос Дмитрия от Семена Ганеева. Есть ли техники, ритуалы? Что то для скорейшего проявления наилучшей партнерши для самосовершенствования в паре? С уважением, Семен. Ритуальные практики, практиками троечности и ритуалами как-то я уже давно перестал интересоваться. Нет, они безусловно есть. Но быть компетентным рассказать как и что я уже не смогу есть более так сказать если мы более эффективны если мы допустим решили поиграть со своей синхронистичной событий притянуть к себе какую-то там половинку которую мы хотим хотит наша личность тогда лучше это делило через сознание то есть сознание ближе к синхронистичной событий вокруг нас то есть мы расслабляемся можно сесть в удобное положение тела можно лечь расслабляемся если мы способны становить внутренний диалог это вообще замечательно но не искусственно а к примеру наблюдаем за ним он саморастворяется и мы вошли в паузу в нечто в пустоту вот это вот и там создаем образ своего желаемого допустим нам нужна там вторая половинка и мы тогда уже визуализируем не думаем а именно визуализируем так как наше подсознание оно работает на образах а не на мыслях и вот мы тогда визуализируем что мы уже свою суженую притянули и мы уже вместе то есть надо образ создать в моменте настоящего то что мы уже достигли плода и тогда мы уже они то что он к нам приходит в моменте времени В моменте времени нет, не надо. А именно в моменте настоящего. Суженное, представили, как хотим, какими качествами оно обладает. И удерживаем, визуализируем и практикуем держание внимания. Вот именно работа с синхронистичностью событий работает через образы, а образ должен быть момента настоящего. То есть, то, что мы уже достигли этого, то, что мы уже вместе. И мы уже не просто вместе, а мы уже и счастливы. То есть, подключается еще внутреннее состояние. Наш образ наполняет более сильной, глубокой силой. И дальше уже нужно научиться минимум держать это состояние и образ настоящего минимум 10 минут, не отвлеченно, не отвлекаясь. Тогда будет формироваться более активное синхронистичность событий, чтобы мы где-то встретились, познакомились и соединились. То есть, правило расслабления, образ и этот образ в моменте настоящего. И следующее наслаждение от созерцания образа в моменте настоящего. Данная практика называется, ну вернее не называется, а из разряда красить золото золотой краской, то есть методикой семеречности. Но, тем не менее, она гораздо лучше, чем обрядовость и практики троичности, так как вы через свое создание воссоздали, через свое создание воссознали сюжеты, нежели прогибали пространство под себя через какие-то внешние инструменты и протезы. Ну вот ты так несколько уничижительно относишься к понятию ритуал, например, но если разобрать это слово, то там окажется все очень интересно. Ритуал – это вообще образ жизни человека по божественным принципам, когда человек не нарушает божественные принципы самосовершенствия. Это самый главный ритуал. Да, кстати, я безусловно согласен, и именно если бы наши слушатели относились к этому слову «ритуал» именно с такой точки зрения, я бы сказал бы гораздо проще. Но большинство наших слушателей воспринимает ритуал как нечто обрядовое, а может мне это только лишь кажется, я разверну такой вот свой ответ. Да, я понял, потому что ты дал более упрощенное представление, сходя из того, как большинство людей представляют. То есть, если большинство людей представляют себе, что прыгание через костер – это самое главное, что и в жизни, ну, значит, для них такой уровень понимания жизни подходит. Если люди понимают, что огонь – это стихия, которая что-то связывает, значит, такой уровень жизни. Если огонь они используют для других более высоких целей и сами становятся уже огненным телом, например, телом света, ну, это тоже определенного вида ритуал, то у каждого, наверное, свое представление. Ты дал самое упрощенное, что… Да, да. Я понял тебя. Хорошо. Идем дальше. Еще раз. Ромеш, Семен, не задавайте по три по четыре раза одни и те же вопросы. Прошу вас, не задавайте. Александр Акулов, вопрос в эфир. Здравия вам. Как правильно говорить? Развиваться или свиваться? Развиваться либо свиваться. Но уровень сознания и подсознания, тот логический багаж, который я накопил, развиваться в моем логическом представлении – это разделять. Свиваться – это соединять. Ну, что на уровне Духа? Чем бы не тешил себя личность какими бы воззрениями, для Духа это не принципиально. Лишь ум делит хорошо-плохо, свиваться-разделяться, а состояние одновременно свито и разделено, и наслаждается в этих двух противоположных составляющих. Если мы не находимся в состояниях, то я бы порекомендовал применять и свиваться. То есть это ближе к цельности. А развиваться – это ближе к разделенности. Дима, я думаю, здесь, наверное, стоит учесть следующее. Для каждого действия подходит определенное время, как и природное, так и человеческое время, и место. К примеру, есть время для того, чтобы сеять семена, а есть время для того, чтобы собирать урожай, то есть семена уже собирать. Есть время для разбрасывания камня, есть время для сбора камня, есть время, когда человеку нужно развиваться, взрастить себя в этом теле, понять этот мир, во все стороны направить что-то, чтобы получить информацию. И приходит время свиваться, собирать это накопленное, объединять во что-то и получать новое зерно внутри себя, свитое, собранное. И потом опять придет время развиваться. Точно так же, как день сменяет ночь, ночь сменяет день. Это невозможно сказать, как правильно говорить – свет или, например, ночь, день или ночь, зима или лето. Поэтому говорить правильно и развиваться, и свиваться, на мой взгляд, хорошие слова, но употреблять, наверное, их надо в свое время для того, чтобы что-то осознать или что-то собрать. Да, очень прям четко и хорошо подчеркнул. Именно, да, и то, и другое слово правильное, смотря к какому сути мы их применяем. Так, здесь такая активная переписка идет, что я скоро к согласам стану. Дальше. Вопрос от Владимира Измытищ. Совершенствующийся, осознающий человек подобен довольно глубокому колодцу. Вытащить воду, со дна которого тяжело. Даже если вытащить пить нельзя, холодная. Отведывающий ее заболеет. Допустим, обычный человек встретится для беседы с человеком, имеющим высокий уровень осознания. Как защитить собеседника от этого ведра глубинной ледяной воды, чтобы он не заболел и не слег в больницу? Как? Вот возникает замкнутый круг. Те, кто вывел осознание на высокий уровень, рассказать не могут. А те, кто готов рассказывать, тем более публично, этот уровень грунтовых вод. Как этот барьер преодолеть? Я не знаю. А ты знаешь? Если перед нами, допустим, появился человек, у которых глубоких познаний, и, допустим, либо наоборот, мы, допустим, имеем какие-то знания, кому-то рассказываем, они принципиально. Уже сформировалось сюжет, синхронистичное событие, что мы притянулись друг к другу. И поэтому, если он здесь, он не нуждается в защите. А если мы, допустим, здесь, чтобы ему говорить, то мы не нуждаемся, чтобы защищать его. Мы встретились, и единственное, что мы можем, это искусство правильно преподнести, то есть преподнести на его языке понимание. То есть пообщавшись, познать, какими воззрениями он обладает, троичностью, семеричностью, либо трансцендентностью, и искусство передать данные знания. В защите человек нуждается, если мы не делимся, либо с нами не делятся, а мы атакуем, либо нас атакуют. И то, даже в этих случаях мы притянулись, мы нашли друг друга в данной синхронистичности событий, чтобы по-прежнему стать лучше в каком-то своем качестве. Ты знаешь, есть такой простой способ, который часто учителя применяют в жизни. Это не пытаться первым заговорить с учеником, ну, в кавычках ученик-учитель здесь рассматривал, а услышать вопрос от человека, потому что вопрос заключается суть того, кто есть человек, и что ему необходимо узнать. То есть, если же учитель бежит впереди паровоза и пытается всех сделать своими учениками, открыть каждому Америку, в этом случае он может, ну, сделать что-то нехорошее, в том числе и для себя, потому что какие-то камни могут в его сторону полететь. И он испортит жизнь многим окружающим. Так что встречаетесь с человеком, вы сначала посмотрите, кто этот человек, чем он живет, какие вопросы задает. В этих вопросах будет всё. И отвечайте на вопросы. А тогда уже, отвечая на вопросы, вы сможете чуть-чуть его подтянуть. Ну, как-то так, наверное. Что думаешь? Абсолютно, да, верно. Отвечать надо ровно настолько, насколько был задан вопрос. Да, потому что иначе просто вы можете... Если он что-то не понял, человек обязательно переспросит, либо продолжит вопросами нас кормить. Да, ещё главное бывает вовремя отвязаться с человеком, который задает не те же вопросы. Это тоже принцип учителя очень важный. Да, а если человек не слышит, либо ответы мимо ушей не понимает, тогда нужно его отпустить с Богом твёрдо. Перевести куда-то на другое, сказать. А вон там ещё один мудрый человек идёт, ему вопрос задавай, указать, например, на телеграфный стол. Так, ну что ж, интересно у нас получается разговор. Вопрос эфира от Антона. Здравия! Насколько семья помогает в развитии супруга? Благодарю. А мы с тобой рассматривали как-то этот вопрос, но вот, видишь, эхо из прошлой передачи к нам прилетело. Насколько мы сможем это всё раскрутить? Мне как-то понравились слова моего хорошего друга Сергея Мельникова. По-моему, как-то как раз мы разбирали этот вопрос тоже, а не так давно, на Новом Годии. И вот практически семейное самосовершенствование в паре и без пара. А самосовершенствование без пара – это когда человек буквально идёт, плетётся сам собой, достигая вершины горы. А самосовершенствование в паре – это всё равно, что мы, так сказать, не бежим, а верхом на слоне, пытаемся удержать равновесие, оповодие. То есть бежим быстрее, но и высока вероятность не справиться с управлением. И тут уже, если мы в своих отношениях, взаимоотношениях в паре грамотно всё выстроили, а мудрость поддерживаем заботой, тогда мы быстрее достигнем самосовершенствования, чем единолично. А если же мы постоянно как тренажёры друг перед другом выступаем, тогда мы достигнем предела медленнее, чем в одиночку. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос от сибирского цитха. Дмитрий, почему думаешь, что, возможно, вообще не будешь преподавать? Разве нет смысла в том, чтобы помогать другим развиваться? Можешь подробнее рассказать о новом уровне сознания? Как видишь реальность? В чём основное отличие от предыдущего уровня сознания? Ну, так сказать, не знаю, как это будет сейчас звучать и слышно. Есть та наша часть, которая уже развита, и она играется в том, чтобы найти самостоятельно ключик к возвращению домой. И чем сложнее тренажёр в её поиске, тем больше она наслаждается. То есть, по крайней мере, со своей частью, той, которая уже достигла какое-то там состояние, я знаком. И лучшее наставление, лучшая практика – это отпустить человека домой. Мы уже обречены на успех, мы уже обречены и на просветление, и на тело света. Мы уже одной своей внутренней частью это держим внутри себя. Но наша личность, эго, не видит этого. То есть, пока она существует, мы применяем практики. Практики применили, саморастворили свою личность, и мы достигаем плода. То есть, плод уже у нас в кармане. Есть главное наслаждение. Мы никогда не ошибёмся. А если ошибёмся и получим равноправный урок по наслаждению, пусть даже нехороший, но тоже наша личность высшая от него наслаждается. Сейчас, наверное, я правильно не смогу ответить на этот вопрос. И даже не знаю, насколько это вообще надо бы. Ну, раз не знаешь, зачем тогда пытаться отвечать. Давай пойдём дальше. Может быть, ответ пройдёт в своё время, и ты ответишь. Анубис Чернобогов, приветствую тебя, Дмитрий. Пожелаю усиления, осознанности, более глубинных погружений, ещё более мощного единения с сердцами и душами богов и богинь наших. Приветствую, приветствую. Рад тебя слышать от души, серьёзно говорю. И очень из таких точечных вопросов, которые необходимо было обозначить, звучали из уст этого человека в прошлых эфирах. Да-да-да, припоминаю. Хорошо, идём дальше. Вопрос эфира Степаныча. Уже год ем, как сумасшедший, каждый день. Просто прихожу к холодильнику и ем без остановки. Ничего не могу сделать с собой. Что-то стало с психикой, и просто беда. Что можно сделать? Ну, вообще вкусовые рецепторы – это и есть проявление нашей психики. Не хватает состояния счастья. Нам чрезмерно захочется сладкого и так далее. Воля острова. Итак, шесть вкусовых рецепторов, шесть вкусовых ощущений, тесно взаимосвязанных между собой. Когда всё-таки психика влечёт нас и управляет нами, то мы должны рано или поздно применить волю. Если не хватает осознанности, либо ясности сознания, а точнее, если по порядку говорить так, если не хватает ясности сознания, чтобы саморастворить это всё, тогда работаем рациональной осознанностью, делая выводы, что к чему мы придём, идя, допустим, по пути чревоугодия, либо постности, либо сдержанности, умеренности. Если всё-таки психика взяла над собой контроль и в осознанности, тогда применяем волю. Взращиваем это отражение воли. Это самое простое – это холод. Есть такой инструмент – еда, голод, жара, холод, сон, ефи, горы, умолчания. Ну, для воли в этом плане холод, закалка, контрастный душ, начинаем с холодного, 7 раз переключили, завершили тоже холодным, как минимум. Либо, допустим, та же самая медитация воли. Надо себя, если психика берёт вверх, вкусовый рецептор берёт вверх. Иногда нужно взять себе в кулак. Даже не иногда, а в данном случае всегда. Хорошо. Следующий вопрос от Евгения из Самары. Дмитрий, позвольте поблагодарить вас за то, что вы есть, и вас так приятно слушать. Скажите, а вы с самого детства знали, чем будете заниматься? Была ли у вас заветная детская мечта? Вот о чём ты мечтал, когда был маленький? Космонавтом, я бы хотел говорить? Вот ты как раз попал в точку. Я вот помню в детстве, я родился в 1984 году, и в то время, возможно, ещё где-то витало там, в социуме космонавты, не космонавты. Да, и в детстве я хотел стать космонавтом. Потом я хотел стать спортсменом. Потом я хотел стать инструктором системы, которой занимался. Я в то время думал, что я такой замечательный, соединил бокс, борьбу, искусство пресечения боя, венчунь, ноги с тейквондо, и всё это там, мне казалось, грамотно соединил. Я думаю, буду замечательным инструктором. Потом, после практик внутренних, я уже думал, будут самосовершенствоваться и преподавать это направление. И потом просто укоренялся вглубь видение всех этих процессов, так и пока весь остался. Хорошо. Хорошо, идём дальше. Но хотя бы не сказал. Ты, получается, не подозревал, чем ты будешь заниматься в детстве всё-таки, да? Ты как-то потихоньку пришёл. А менялась, как ты говоришь, что события нелинейные, они плавучие, и искусство подстраиваться под поток души гораздо важнее, чем держаться за старые ценности, когда они уже не актуальны, и пытаться их реализовать. Это глупо. А так, да, ценности развивались, ценности менялись, ценности менялись, менялись цели и плоды. Интересно, что ты будешь говорить через лет так сто? Надеюсь, я буду молчать. Понятно, понятно. Ну ладно, поживём, увидим. Да, да. Александр Акулов. Как вы относитесь к книге Владимира Пятибрата «Глубинная книга»? Напоминаю, что мы в эфирах не обсуждаем личности, но в данном случае вопрос именно про книгу. Как-то заинтересовался, мне почему-то показалась глубинная книга, это связано с глубиной голубиной, если я правильно знаю, что раньше называлось, знания о трансцендентности, записанные жрецами на логических манер, так сказать, чтобы их сохранить, передать, назывались глубиной либо голубиной книги. И я думал, что я как раз нашёл этот источник, и сейчас я прочитаю. Почитав, не стал дочитывать, я два варианта. Либо не моё, либо не готов. Ну, по сути, не моё. На мой взгляд, воззрение правильное, много рациональных зёрен, а рациональные зёрна человек способен найти везде для себя. А рациональные зёрны там присутствуют. Воззрение, на мой взгляд, воззрение семеречности. Пусть и правильное, но воззрение семеречности. О всём произведение, так сказать, если можно, так сказать, произведение судить не могу, так как не дочитал. Ну, нормально. Рациональные зёрны можно найти. Так, хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. Мне встречаются часто женщины, которые проходили те или иные духовные практики в различных эзотерических школах. И у разных учителей, имеющих различный уровень личностного, душевного и духовного совершенствования. В скобочках и несовершенства. Так, подчеркнул. И когда доходит разговор до вопроса, а хочешь ли ты детей, то идёт такой ответ. А мне, Олег, в этой жизни не надо проходить уроки материнства. У меня другие задачи, цели и предназначения и тому подобное. И никакие здравые доводы, что а кто же тогда детишек рожать будет, которые державу подымать обязаны, чтобы она процветала, людям, обработанных вот такими шизотериками, не пробивают их на благоразумие. Как думаешь, из твоих уроков, учений на различные темы, проведённых тобой за многие годы, практики в человеческом обществе, можно сделать женщинам подобные выводы? Даёшь ли ты им для этого повод делать подобные заявления? И как ты относишься к таким эзотерикам, делающим вышеописанные вливания в головы наших любимых, большими буквами, женщин, на мой взгляд, убийственные, опять же, большими буквами, и преступные для нашего народа, находящиеся в данный момент времени, в демографическом тупике? Благодарю. Хороший вопрос. Мужчина в доминанте, в своём совершенстве способен познавать и путешествовать во внутренний мир, а женщина тяготеет, и ей легче путешествовать во внешний мир. И есть таких два состояния бессмертия. Первое бессмертие – это когда человек достигает просветления сознания, то есть он, по сути, мы и так, можно сказать, бессмертный. Смерть находим только в иллюзиях своих. Но, тем не менее, осознанное вот это вот бессмертие человек либо достигает просветления сознания, либо через чадоородие, продолжая фрактально себя растить через подсознание, через чадоородие, через детей. И вот если женщина говорит, что «мне не надо рожать», то либо она запуталась, либо воодушевилась какими-то псевдоидеями, вдохновлениями, либо она просветлённая. Если просветлённая, то да, действительно не надо. То есть она и так все вездесущая. А в втором случае это уже идёт от личности, от ума, от накопленных воззрений, в которых она себя самоубедила. Либо третий вариант – боится этого. То есть три варианта. Боится этого, убедилась в воззрениях, то есть либо лжи, либо в воззрениях человека просветлённого, который об этом говорит, но именно это становится неактуальным, когда человек этого достигает, а не когда об этом думает. Либо реально достигла просветления. Но если этот человек достиг просветления, то ей ни огонь, ни вода, не прыгнусь с крыши, а полететь не вниз, а вверх, разум будет подвластно, то тогда да, огонь на неё там не влияет, она тоже с ним соединяется, сливается. Вот тогда да, для такой женщины это уже бессмысленно. Ты знаешь, я много встречал различных людей, которые походили по сектам, позанимались у различных преподавателей, у гуру и так далее. Особенно женщин встречал. Потому что женщина более как-то почему-то падки. Не знаю, то ли мужики такие плохие стали, что не находят женщины удовлетворения в мужчинах и поэтому ищут что-то такое более высокое, духовное и нравственное. Может, ситуация в стране не такая, я не знаю. Ну, встречал часто. И вот об этом начинает тоже говорить. Да я там для другого, я вот такая, этакая, разэтакая. Я задаю простой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а у тебя месячные есть? Он так, ну, да краснеет. Ну, как вопрос? Я говорю, нет, есть или нет? Ну, есть. Я говорю, ну, о чём-то ты говоришь. Если твоя физиология для этого приспособлена, то ты совершаешь преступление перед Божественным, не исполняя свой долг. Это первое. Второе. Если бы ты была просвещенная или родилась для того, чтобы быть не женщиной в этом смысле, а в женском облике духовной матерью для кого-то, просветительницей или так далее, то в этом случае эти бы физиологические тонкости и особенности тебя бы никак не трогали, никак бы они в тебе не проявлялись. И вот через это некоторых удалось вернуть к жизни нормальной, то есть наладилась семья. Да, достаточно такие хорошие, точные аргументы. Я ещё просто бы для себя бы, так сказать, от себя бы подчеркнул то своё, лирическое, так сказать, ответ. Большинство женщин, так сказать, приходили к такой точке зрения, либо к убеждённости из-за той игры, которую мы сегодня сами себе придумали, ограниченность в социуме, ограниченность там своей реализации какой-то социональной. И большинство именно приходит к такой точке зрения из-за страха. Страха имеется в виду волнение об то же самое, как минимум обеспеченности, либо ещё что-то, либо ограниченности в своих там каких-то поисках, самосовершенствования, что вот там это не цветы, а допустим на шее хомута. Ну, это я так что-то, возможно, жёстко сказал. Именно большинство к такому же воззрению приходит из-за страха. Либо в своём проявлении в социуме, либо в своём ограниченности в поисках духовных. А так, да, ты был именно такими... Ты знаешь, это, конечно, жёсткий пример с моей стороны, но мне кажется, проблема здесь всё-таки в мужчинах. Вот ребятишек маленьких с большими предметами между ног огромное количество сейчас, а мужчин не хватает, мужского чина людей не хватает. А женщина на то и женщина, чтобы выходить за мужчину. И если она муж чины не встречает в своей жизни, она всё время погружена в страхах. Она за мужчиной, как за каменной стеной. И тогда страхи её не касаются. И тогда она такого мужчины. И детей хочет родить, и хочет семью с ним создать. И хочет, чтобы в этой семье было всё хорошо, и гладко, и тихо, и покой. Детишек, чтобы полный дом. Как только мы встречаем мужичка такого, мужчинку такого, да, вот в этом случае женщина с таким... Желать какие-то отношения, иметь... Да, кстати, совершенно верно. Поэтому, ребята, смотрите на себя. Интуитивно женщина может и прийти к такому решению именно тоже с позиции неидеального, ну, так сказать, мужчины в современном обществе тоже. Потому что страхи женщина может испыть только в случае, если не находит продолжение в своей второй половине того, за кого она выходит, из-за того, от которого она хочет иметь детей, того, кто будет в ее поры в жизни, того, кто даст ей возможность стать женщиной настоящей. Вот и всё. Но и мужчины некоторые тоже, к сожалению, вместо того, чтобы быть мужчиной, они пытаются найти себе мамочку, продолжение своей мамы, и быть под чьей-то юбкой. Но не все женщины так сильны, чтобы свою широкую юбку предоставить. Залезайте, пожалуйста, и будьте ещё одним очередным нахлебником. Заодно и детишек не настрогайте. Для здоровья, так сказать. Вот здесь пишут, обязательно возьму на вооружение. Молодцы, хорошо отвечаете. Вот. Солнце. Алексей, ну ты прям как скажешь, ну уж извини, что знаю, то и говорю. Что, говорится, на уме, то и на языке. Идём дальше. Вопрос эфир от Кузьмича. Дмитрий, вы говорите, что органы чувств начинают работать на 100%. Вы что, видите инфракрасный свет? Ну-ка, попугай нас, Дмитрий. Инфракрасный свет. Нет, сейчас я ничего не вижу. Человек, когда входит в состояние медитативное, так сказать. И ещё раз скажу, медитация, что это? Это не созерцание, не афирмация, не концентрация. Когда мы занимаемся практиками сосредоточения, а мы начинаем погружаться, наша личность начинает саморастворяться, если мы прошли зону психики, своих страхов либо вожделений, мы проходим зону ментала, внутреннего диалога. Если мы проходим её, то мы начинаем, попадаем в медитацию. В медитации, вот когда как раз мы и наблюдаем перед собой игру геометрии, игру растворения себя на атомы и зеркала, всё возможно, когда видим себя перед собой, сливаемся со своим зеркальностью. Это как раз и есть проявление того, что наши органы чувств расширяются в своём диапазоне. В этом медитативном опыте мы находимся в пределе, особенно если сливаемся, проходим стадию света, звука и формы, сливаемся с ясностью, с духом. Тогда, да, мы дошли до предела органов чувств. В противном же случае, когда человек теряет это состояние, ворачивается своё обычное, обусобленное личностью эго, восприятием, мы опять сужаемся до того состояния, которое было до этого. Если человек сумел закорениться силой своего сознания в этом состоянии, то, да, у него это восприятие остаётся. Это уже состояние, грубо говоря, просветления. Одновременно и в пределе, одновременно и в материализации находится его восприятие. А не так, выпал в предел, потом опять в материализацию въявить туда-сюда. Вот если туда-сюда наши каналы расширяются, сужаются, расширяются, сужаются. Это так называемый, можно так сказать, условно, там, познание, пробуждение, либо опыт медитативный. А само просветление это постоянно пребывать в этом состоянии. Да, наши органы чувств расширяются, именно расширяются. Когда мы видим эфир, когда мы, допустим, на тех же самых занятиях открываем в человеке, растворяем психические блоки, либо происходит активация. Чтобы что-то активировать, надо сначала увидеть, именно увидеть его эфирное, либо психическое, либо ментальное состояние. Для этого мы погружаемся и уже видя, либо чувствуя, способны что-то активировать. Иначе это просто массаж, либо демонстрация. Как мне нравится наш чат, очень интересно читать реплики, которые появляются после наших с тобой слов. Солнце написало, но почем мужики знают, о чем думают женщины? Возможно, да, мы там, они там просветленные сидят, забавляются, а мы тут пытаемся объяснить что-то. Вот, еще такая реплика очень интересная, пока горяченькая, Вестник Богов написал. Так вот, таких мужчин, то есть недомущин, воспитывают в наше время сами женщины, многие из них, так что пенять не на кого. Дорогой мой Вестник Богов. Ну да, скажи да. Тут все завязано, закручено, так сказать, как говорили предки, в любой ситуации, в любой проблеме виноваты всегда двое. А я хочу задать вопрос. Олег, скажи мне, пожалуйста, разве не мужчины допустили эту ситуацию? Разве не мужчины создали те войны, которых убивали лучших и после которых мужчин настоящих стало не хватать? Разве мужчины не смогли после этого осознать и переломить ситуацию, чтобы наконец-то жизнь стала лучше? Разве мужчины такое могли сделать? И когда кому-то в конце концов необходимо все-таки положить конец этому безобразию и беспределу? Поэтому не надо ни на кого пенять. Виноваты, как правило, все, но кто-то должен стать тем, кто изменит ситуацию. А это могут сделать только настоящие мужчины и настоящие женщины, те, которые сознают этот мир. Опенять друг на друга можно бесконечно. Так, идем дальше. Вопрос эфир от Маруси. Дмитрий, подскажи, пожалуйста, какие практики лучше выполнять женщинам во время беременности? Благодарю. Есть специальные практики для беременных, но честно, как-то не имея такого опыта, не искал, не практиковал. Я знаю те практики из своих во время беременности, которые не рекомендуется делать, а которые, наоборот, усилят определенные вещи, моменты. Дыхание полос, дыхание змеи на комфорте. Рекомендуется выполнять беременным женщинам. Следующее. Работа с техникой поднятия неба также рекомендуется усилить и, так сказать, усиливает нашу центральную нервную систему, особенно беременной женщины. Это повлияет на качество плода и на центральную нервную систему и психику ребенка. И второе. Это любые техники на гармонизацию полушария мозга. координация, тот же самый сенситивный тренинг очень активно способствует как для женщины, и так для ее плода ребенка. Ты знаешь, мне напоминает сейчас, например, вспомнилось такое высказывание или, может быть, притча, когда одна женщина пришла с маленьким ребенком к одному очень умному человеку и спросила, с какого возраста мне нужно начинать воспитывать ребенка, не опоздала ли я? И он ей сказал, вы опоздали ровно настолько, когда у вас было еще зачатие. то есть воспитывать, вернее, общаться с ребенком, заниматься практиками духовными, будучи беременными, необходимо с первых же дней. Необходимо жить в радости, необходимо жить в приеме этого мира, какой он есть, необходимо разговаривать с малышом, начиная вот еще с того, как только вы поняли, что у вас что-то живет, у вас жизнь появилась, и тогда все будет хорошо. И это самая лучшая, самая высокая практика для любой мамы. Это в первую очередь. А все остальное это уже инструментарий, дополнение. Да, мы, так сказать, начинали взаимодействовать с своим ребенком именно еще и в утробе специальный массаж, постукивание наподобие азбуки морза, определенные постукивания эховые, которые позволяют развивать уже в плоду ребенка. Но это, с другой стороны, никогда не поздно. Если очнули сейчас, то сейчас, тем более. А самая лучшая вообще практика в жизни, это призывать душу того ребенка из своего рода, который вам необходимо, и который вы сможете в этой жизни дать то, для чего она призывается, для чего она рождается. Вот это еще выше, более высокий платаж, которым, в принципе, владели наши предки очень хорошо. потому и рода были сильные. И когда вот это все дело скинули, преобразовали, уничтожили, вот у нас такие проблемки-то и начались. Так что, кто-то начинает с ребенка воспитывать, когда ему уже к 18, кто-то начинает перед первым классом воспитывать, кто-то от рождения, кто-то от зачатия, кто-то уже общается с ребенком еще до того, как все произошло. Так, идем дальше. Вопрос в эфир от Михайловича. Дмитрий, вы говорили, что тело света это просветление трех аспектов. Тело, в скобочках парноедения, души, в скобочках любовь, и сознание, в скобочках просветление. По-моему, вы не тело света еще. А, нет, вопрос, прошу, почему вы не тело света еще? Спасибо вам. Потому что я не считаю, что моя любовь безусловна, потому что я точно так же не просто не считаю, а и знаю, что я не достиг просветления сознания. То есть я не достиг всех трех состояний просветления тела, души, духа. А ты вообще стремишься к этому или считаешь, что как оно будет, так и будет? Нет, да, я стремлюсь. Моя личность, моя йога, стремиться от этого варианта, от этого личности Дмитрия стремиться к тело света, безусловно. Скажи, а это стремление, это больше все-таки связано с интересом, а как это? Или ты чувствуешь какую-то необходимость для чего? Наслаждение. Даже практика, которая позволяет это совершить, это наслаждение, когда ты практикуешь, занимаешься, осознаешь этот процесс, тем более после опыта ты знаешь, что, зачем и почему, и только наслаждение. Это так называемое великое путешествие, в которое мы наслаждаемся. Иногда наслаждение, например, у спортсменов выпить какое-нибудь средство для лечения мышц и пойти в качалочку. Вот они наслаждаются, наблюдая за тем, как мышцы... А здесь включается, есть душевное наслаждение, а есть психическое. Психическое наслаждение нас приковывает ко сну, душевное наслаждение приводит нас к пробуждению, к просыпанию. И здесь у нас инструмент, наша осознанность здравомыслия как минимум логическая, либо осознанность интуитивная. Кто, какой инструмент может для себя выбрать по мере своих способностей разделить психическое наслаждение от душевного? Просто слово наслаждение, но подразумевает получение чего-то такого высокого ощущения, возбуждения, чувства, эмоции и так далее от чего-либо. И оно схоже часто наслаждением, например, от еды, наслаждением от какой-то музыки, наслаждением от общения с человеком и так далее и тому подобное. А вот если это делается для чего-либо, то это уже более высокое все-таки наслаждение это удовлетворение чего-либо из потребностей. Слова могут разные предъявить определенные. Я просто скажу, когда вы в своем медитативном опыте прошли так сказать сансорические так сказать иллюзии психические там воодушевление свою божественную безграничную силу и вы не зацепились и потом пережили опыт вот этого от саморастворения эго личности, то есть это будет выражаться как реальная физическая смерть. потом да, потом вы то, что ты сказал сексуальное возбуждение вы будете чувствовать каждой клеточкой и тут уже следующая стадия зацепитесь вы за это либо двинетесь дальше но эта стадия существует хорошо идем дальше идем дальше от Алексея из Самары вопрос как набрать энергии при упадке сил видел ваше видео там про сухожильную гимнастику подскажите как простому человеку непросветленному жизненной энергии поднабрать для жизни и дальнейшего совершенствования ну сухожильная гимнастика она не предназначена для набора энергии но тем не менее она предназначена для усиления так сказать сухожильной силы то есть сила человека не в мышцах а в сухожилиях и вот усилить свою истинную силу а мышцы по сути это единственное что дает человеку это качество лимф работа правильная работа с нашими лимфами для набора энергии человек может подышать дыхание сокола к примеру активно с визуализацией на внутреннем царстве жизни то же самое применить стойку древа живы то что называется примерить трону на себе либо заняться пранаямами к примеру пранаямой тумо первая стихия которая необходима ну нет такого слова необходимо ну вообще слово то есть необходимости в этом нету первая пранаяма рекомендуемая для набора силы тумо огня будет очень хорошо энергию воссоздавать и культивировать так ну что еще у нас вопрос один есть вот Василия из Омска Дмитрий ты говорил что бойца определяют три качества первый это опыт второй это сила третье это скорость мой вопрос а где выносливость без выносливости спорте ведь никак вот это вот грань скорости скорость она как раз в этой же грани есть это эта же грани определяет выносливость скорость выносливость это вот одна грань просто те видео которые вы смотрите это лишь то коротенькое объяснение принципов не те принципы на занятиях мы уже там что-то подробно можем разбирать а в эфире мы должны там коротко что-то рассказать объяснить то есть показать только суть всего а так да вы правы но чтобы подсказать это как раз выносливость тот же самый угол где и скорость они тесно связаны между собой скорость выносливость и гибкость вот это вот в этой грани треугольника находятся и они тесно связаны между собой переплетены вот еще вопрос от Аленушки пришел здравия уважаемые ведущие слушаю сейчас эфир и увидела эпизоды из своей жизни я умела влюблять в себя мужчин потом обижалась на них в некоторые моменты и уходила теперь долгое время без пары но и долгое время трудилась и осознавала свои ошибки и уроки может случиться так что женщина которая готова вступить в союз с мужчиной строить отношения останется без пары благодарю здесь я думаю нет невозможно пустота не терпит заполненной так сказать пустота не может быть не заполненной здесь если у нас мы так сказать душевно располагаем к паре но в то же время у нас присутствует страх что мы останемся одни вот когда у нас присутствует страх это равно сильно тому что мы молимся чтобы это так произошло то есть да мы можем культивировать себе ожидания но это должно быть твердое ожидание без волнения переживания тем более страхов иначе если мы свое ожидание еще и параллельно переживаем то наше ожидание начинает понижаться в вибрациях и не наполненная сила и не проявляется нет я думаю что любая пара если человек находится в таком твердом уверенности и ожидании без волнения и переживания обречен на успех достижения своего уверенности ты знаешь что я думаю все таки если мы говорим не про дуальность а про многомерность этого мира и посмотрим с точки зрения ведических наших представлений о нем то в этом случае необходимо наверное учитывать следующее что недаром существует такое высказывание один раз в год сады цветут это о чем говорит о том что когда время создавать пару полноценную в которой бы было проявлено и деторождение и взаимоотношения выстраивание взаимоотношений создание единого цела из двух половинок то есть из двух полов не пола который стелят на пол досок полов то время для каждого действия свое то есть сады скорее всего уже могли и отсвести вот и построить семью уже полноценную с всеми вот этими вот настройками которые перечислены были изначально скорее всего уже не получится поэтому необходимо пересмотреть те же то что произошло переработать тот те ошибки в опыт которые происходили и к сожалению может быть оставить уже какое-либо представление о юношестве перейдя уже во взрослые попытаться построить семью хотя хотя слово семья здесь уже вряд ли получится все-таки семья уже никто не посеет если о чем я думаю я могу ошибаться конечно то хотя бы уже на точке зрения воссоединение двух половинок на каком-то другом уровне то есть проблема в том что когда женщина искала того самого идеального мужчину и у нее было представление именно о семье где дети где двое человек обеспечивают жизнь создают новую жизнь порядок и так далее то может быть это время уже ушло а если женщина которая уже не способна родить к примеру я опять же могу ошибаться пытается построить семью на тех самых принципах то здесь уже ничего не получится просто надо пересмотреть что-то сделать какие-то поправки и на новом уровне понимания тогда уже что-то построить удастся а можно я еще добавлю конечно ты вот такую хорошую вещь сказал что а если посмотреть в трансцендентности и тут же упомяну время время в трансцендентности не живет если есть время значит это уже дуальности и вот цветы цветут и это так же время и это допустим прошлое будущее это так же время где-то мы там потеряли там в старости оказались там свои соки всевозможные либо свои психические ожидания это тоже все время это уже дуальности трансцендентность это настоящее глубокое глубинное присутствие наша ДНК получает импульс от мозга мозг получает импульс от сердца и вот если мы в своим тотальном настоящем свое ожидание начнем культивировать то этот импульс от сердца через мозг в ДНК начнет перестраивать то есть если человек своей твердой волей твердой твердым ожиданием и твердой верой ожидает этого то поменяется даже его ДНК и такие примеры были и будет если интересно я в конце эфира расскажу трансцендентность так называемое высшее умение работать с трансцендентностью то есть с настоящим это высшее искусство работы проявления синхронистичного сознания которое меняет даже ДНК то что ты сказал я этого не исключаю вопрос сможет ли женщина или мужчина этого уровня достичь и сколько понадобится на это время а если вдруг не достигнет если вдруг сомневается если вдруг не готов ты вот так громко заявил об этом ты берешь на себя ответственность потом я перед этим рассказывал что есть твердая вера ожидания и любая эмоция страхи переживания это понижение вибрации и растворение его так сказать уверенности любая страх и волнение это все что мы молимся чтобы это не произошло наоборот а здесь еще говорит о твердом присутствии а конечно это это качество качество сознания в первую очередь поэтому давай сделаем так это есть это возможно но как-то вот надо здесь расставить точки наде ты к этому так гарантируешь что это у всех получится или все-таки ты говоришь что это есть и пытайтесь если есть желание потому что ответственность это страшная штука такая ты на себя берешь для меня это бессомнительная реальность если человек достигает такого личного убеждения либо такого личного присутствия это становится для него реальностью в которой его ограничивает только фантазия второй вопрос второй вопрос это умение достигать такого состояния и тут уже да работает время возможно невозможно и так далее хорошо вопрос в эфир от Петра из Черновцов развитие себя это конечно важный этап жизни но жизнь есть и за пределами человека есть ли какие-то параллели между личным развитием и жизнью в державе какие задачи и цели стоят перед человеком на разных этапах перед человеком стоят те задачи которые у него тяготеют душой вот куда душа тянется ту задачу она должен выполнять что такое держава мы все на подсознательном уровне тесно связаны тесно связаны между собой по сути как эффект сотой обезьяны и держава это когда соратники свились то есть личности по принципу вибрации друг друга нашли по уровню своего развития и начинает общей идеей заряжаться и заряжать других то есть это вот как на уровне духа мы все океан на уровне личности мы капельки и тут близкие капельки друг друга нашли они уже более широк широкие то есть на сложном фактале их нема надо более сильная ну в любом случае задачи всегда на каком бы уровне мы не находились главная задача перед нами та которая выливается нашим сердцем слушать сердце вот Аленушка написала благодарю за ответ да поняла верю идем дальше так здесь не полностью к сожалению вопрос пришел да сейчас я другое зачитаю постараюсь полностью сюда перекинуть Надежда Тишакова вопрос в эфир здравия в чем может заключаться причина бесплодия при отсутствии физиологической патологии и у мужа и у жены не курим алкоголь не употребляем вот как раз только возможно то что я сейчас скажу вот как раз у нас был до этого интересный вопрос нежелание рожать вот когда человек либо либо не желал когда-то раньше в более юном возрасте либо этого боялся либо возможно его прошлое воплощение было связано с отречением от семьи и чадородия и вот сегодня мы пожинаем плоды говорю это как один из вариантов не хочу утверждать что он у вас но вот такие вот вещи бывают да предыдущие установки они же просто так не проходят если вдруг по каким-то причинам мужчина или женщина сделали себе жизни установки ну например кто-то говорит я еще молодой мне еще погулять надо или кто-то говорит я еще не достиг какого-то уровня например бытового да уровня благополучия то в этом случае я не буду там рожать детей не буду зачинать детей ну к примеру нет квартиры нет машины я не директор у меня маленькая зарплата и так далее и тому подобное это все улавливается это все выстраивается и ваше подсознание ваше то кем вы являетесь на самом деле просто-напросто ставят эти ограничения и вот когда и у женщины и у мужчины такие установки были они продолжают действовать даже если вроде бы в семье все хорошо все налажено а установки продолжают делать и вот теперь чтобы их разрушить нужно синхронно начинать вам уже делать новые установки которые будут не то чтобы разрушать а будут убирать те в сторону или над ними становиться и тогда перед вами будут открываться новые этапы уже развития и все у вас будет хорошо иначе старые установки вам не дадут ничего сделать это уже есть еще один вариант давай вот то что касается создания новых установок по сути это есть ясность есть ясный свет чистота души и вот старые установки это черные тучи которые скрывают эту реальность новые установки это взять эти черные тучи разогнать белыми облаками ну как черные тучи так и белые облака они реальность нашу и видоизменяют и искажают то есть создание новых установок это то что называется красить золото золотой краской это работает это также замечательно это так называемый я называю инструмент семейечности а инструмент трансцендентности это растворение и туч старых установок и облаков о красочных, может быть, если они их воздали. Но, тем не менее, и то, и другое нам тоги, то есть печати, которые искажают реальность. Суть – саморастворить мысли, саморастворение мысли саморастворяет убеждения, подсознания, и человек достигает того, что заслужил полноценно. Не то, что личность придумала, это хорошо, надо. А если реально суть и надо, то это и будет. То есть путь трансцендентности – это саморастворение и старых, и новых печатей, а не красят золото золотой краской. Но я не говорю, что это неправильно, это тоже работает, это правильно, просто покрасить золото золотой краской гораздо легче, чем приобрести это состояние. Хорошего вопроса в эфире от Василия из Омска. Дмитрий, подскажи, при засыпании иногда улавливаешь состояние ясности, безмыслия, радости, спокойствия. В похожее состояние иногда получается попасть, когда садишься, расслабляешься и ни о чём не думаешь. Это медитация, созерцание. Как это состояние можно использовать с пользой для самосовершенствования? Это хорошее состояние, это ещё не медитация. В этих случаях обычно рекомендуется, когда мы осознались, что мы спим, тишина, покой, блаженство, безмыслие. Вот в этом состоянии наблюдать внутрь себя, то есть найти наблюдателя, наблюдать за наблюдателем. Если мы получится подхватить это состояние наблюдения за наблюдателем в этом великом покое, удерживаем это состояние наблюдения за наблюдателем, наблюдатель саморастворится, и вот здесь-то и начнётся медитация. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, ваше время рождения знакомы ли вы с системой дизайн-человек? Ваше мнение о ней. Благодарю за ответы. Да, я слышал о дизайне человека, много знакомых, друзей, учеников, их же составляли мне эти вещи. Ну, ум радуется, тешит себя, что да, замечательно, красиво выглядит картинка, что-то сходится, в чём-то сам себе убеждаешь, что да, ты, наверное, это так и есть. Так знаком, не могу сказать точно, что стопроцентно. Ну, довольно интересно. Это всё равно, что посмотреть на себя не в состоянии стана, просветления, а посмотреть себя в зеркало через яфе, через составление своего календаря. То есть, познание себя через внешнее тоже приятное. Посмотреть, какими ты там качествами обладаешь, либо убедить себя в них, покрасить золото золотой краской. Так, идём дальше. Вопрос эфир от Василия из Омска. Дмитрий, подскажи насчёт желаний. Как известно, они являются нашими врагами. А как насчёт правильных желаний? Например, самосовершенствования. Желаний восстановить справедливое, полноценное общество. Или нужно разобраться эти желания от души или от ума? Разъясни своё понимание. Врагами, друзьями – это относится к категории нежеланий. То есть врага и друзья, добро и зло находятся в сердце человека. Если эти желания управляют нами, то они наши враги. А если мы реализуем их, наслаждаемся, двигаемся дальше, но не цепляемся за них, тогда это наши враги. Это как раз если человек не получает желания, человек, который не наслаждается, он не способен созидать и творить. Это наши инструменты. Врагами они становятся, когда мы за них цепляемся, ими грезим. Тогда они управляют нашей Личностью. Друзья, когда наша Личность наслаждается, не цепляясь, двигается следующих, делает следующий шаг и идёт дальше. Так, хорошо, хорошо, идём дальше. Василий из Омска продолжает вопросы задавать. Человек получил спортивные травмы, защемление нервов и позвоночника по юности. Самому исправлять не получается. Тогда человек обращается к костоправу, который исправляет недуг. Вопрос. Какие кармические последствия для костоправа и спортсмена? И устроена ли причина? Заранее благодарю. Ну, костоправ начинает получать кармичка воздаяния. Это если он сам прибежал к вам, положил, бросил на пол и начинает без вашего ведома вам там что-то исправлять. Если же вы пришли к нему, то есть он обозначился, что есть такой-то человек, и вы пришли к нему, попросили, он вам начинает делать. Вы нашли друг друга в этом сюжете событий. А каждый отрабатывает. Он нашёл вас, то есть тот, на ком отрабатывает свой опыт. А вы нашли его, тот, кто помогает вам реализовать свой опыт. И вы каждый свой опыт проходите, и здесь всё нормально. Второй вариант, то, что к нам пришло извне, это неустойчивый результат. То есть, если вам костоправ всё-таки поставил всё на место и удалось продолжать совершать те же самые шаги, то вы опять придёте к таким нарушениям. То есть, любой недуг – это зеркало, чтобы нам на что-то взглянуть. То есть, да, нам костоправ помог, исправил. А дальше мы должны либо самосовершенствоваться, либо осознанностью искать, либо рациональностью искать. Как мы это, допустим, пришли к такому поводу? Нарушение лосанки, то есть кривда в физическом теле. Это, значит, возможно, порождалась кривда его в ментальном теле. То есть, мы были, сомневались либо в себе, либо были нечестны с собой, либо были нечестны с кем-то. За это отвечает, допустим, кривда в нашем позвоночнике, ускорение лосанки. Это как бы такая подсказочка. Да. Ну что, будем потихонечку закругляться. И вот в заключении Аленушка написала. «Я поняла, что верить надо, и сила веры поможет мне и волевым усилиям, и стремлением к переменам. У меня всё получится, и в конце программы Дмитрий расскажет, как это сделать». Вот у тебя есть возможность рассказать обещанное. Да, совершенно верно. Твердая уверенность, убеждение, бессомнительность, кто бы что бы ни говорил. Я вот просто расскажу пример. Это реальный пример, который был. Имен просто говорить не буду, потому что люди не хотят распространяться. И вот в одной семье, достаточно богатой семье, ребёнок болел, и за очень короткое время чах, и уже умирал. Семья имела возможность лечиться в клиниках передовых, не только в России. Но ребёнку нигде не могли помочь. Ещё раз подчёркиваю, это реальная история. Ребёнку нигде не могли помочь, и отпустили. Там прошло энное количество времени, несколько месяцев они искались, лечились, надеялись. Ну, никто, не только в России, повторюсь, не смог ей помочь. И тогда ребёнка отпустили домой, родители уже смирились. Ребёнка отпустили родителям домой, чтобы уже всё. Ребёнок дома умирал. И вот ребёнок через определённое количество времени начинает не просто умирать, а сначала процесс замедлялся, потом остановился, и тут ребёнок начинает выздоравливать. И потом выздоровел. И вот родители в восторге, в эйфории. И вот поехали к последнему врачу, у которого ребёнок наблюдался. На что врач тоже в, так скажем, шоке спрашивает. Спрашивает, девочка, что ты делала? Ты выздоровела? На что она ответила, я молилась. Она, как молилась? Врач, как молилась? Ты такая маленькая, ты знаешь молитвы? На что она ответила, нет. Я просто говорила АБВГД, Бог же умный, он знает, как букву по порядку поставить. То есть настолько её внутренняя уверенность и жажда жизни сработала, как тот же самый эффект плацебо. То, в чём мы уверены на уровне сердца, знает наше подсознание. Знает подсознание, начинает познавать и перестраиваться под это клетки ДНК. То есть то, что говорится по вере будет, это когда человек вы именно по твёрдому убеждению, и если у него ещё остановили внутренний диалог, время сжимается, и это уже раз на ДНК перестраиваться. Поэтому верьте, верить гораздо, так сказать, неправильно, верить гораздо полезнее, чем не верить. Прекрасный пример. И вот как раз, так или иначе, ещё один вопрос поступил от Игоря, который как-то перекликается, но сейчас мы разберёмся с ним. Как влияет пересадка органа? В некоторых странах разрешено по умолчанию брать органы у погибших людей после несчастного случая. В нашей стране тоже идут такие разговоры. Что думаете по этому поводу? Это повлияет на наши четыре нижних состояния, четыре наших формы. То, что называют четыре тела. Физическое, жаре, энергетическое, психическое, астральное, навья и колубье, ментальное тело. Вот на эти тела повлияет. Если вы выше всего этого, то есть достигли стадии тишины и покоя, тогда не беспокойтесь. Если же вы ещё находитесь в плену внутреннего диалога психики и личности, тогда да, это повлияет. Доминирующая материя того-либо человека, либо вашего, начнёт влиять на того, кто пассивней. То есть, когда, к примеру, человека пересадили, либо перелили кровь, тот раз начинает музыкантом музыкой увлекаться. Оказалось, тот донор был музыкантом, и его вибрации были выше. И вот, чьи вибрации выше, тот начнёт влиять над тем и заполнять своей личностью над тем, у кого вибрации ниже. Но это, повторюсь, для тех, кто саморастворил и очистил четыре своих нижних тела, это не принципиально. Ну, это высокий уровень духовности. Страшные вещи говоришь, знаешь почему? Потому что высокий уровень духовности у нас всё-таки, на мой взгляд, не так много, к сожалению, людей достигли. Ну, к сожалению, слово так я применил. Не совсем правильно. Но всё-таки не так много людей достигли. А вот кровь любят сдавать бомжи. Да, 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 да. Но ещё с другой стороны, мы сами придумаем для себя эту игру, чтобы самыми стать сильнее лучших совершений. На слабых тренажёрах учатся слабые души. На сильных, суровых тренажёрах готовы учиться тренироваться только сильные души, как говорится в шахматах. Чтобы стать более сильным шахматистом, надо играть более сильным. Так и здесь. Тут материальное пространство, в котором мы живём, мы сами для себя создали с одной единственной целью, чтобы стать самим лучше, чтобы насладиться в этой игре. Для того, ищу ковряки, чтобы карась не дремала. Хорошо. Наблюдаю прям с радостью за чатом, какие приятные идут переписки и стихотворения. Стихотворение для Алёнушки пришло вдруг ни с того ни с сего. Здорово. Вот это уже значит коллективный разум у людей, когда они начинают поддерживать друг другом, общаться и причём на недуге с лукой на лице смотреть и саморастворять. Смотри, начало какое. Алёна, Алёнушка, русское имя. В нём тайна родимой земли. Волшебники в признаречной дыме из сказки его принесли. Как начинается-то? Ну ладно. Давай будем... Здорово. Прекрасно. Просто вот трогательно. Мне трогается такое отношение, когда с любовью люди друг к другу относятся, и взаимовыручка, и прям вот чувствуешь, какое-то объединение наступает. Да, 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 да. Это долго. Благодарю тебя, что ты создаёшь такие эфиры, где всё это происходит. Ну что меня-то благодарить? Я всё лишь исполняю свой долг. Маленький такой, такой-то катапусенький. Что могу, то и делаю. И хочу, чтобы все по чуть-чуть, по возможности, но хоть чуть-чуть исполняли свой долг. Ну давай заканчивать эфир. У нас в заключении есть возможность сказать что-то, может быть, такое, что ещё не сказано. Вдруг навеяло тебе что-то. И, естественно, пожелай что-то доброе. Друзья, точнее друг, здесь единственный только ты. Мы все являемся твоими частями, твоими феноменами. В помощи тебе, как вспомни, вспоминания самого себя. Поэтому играй, наслаждайся, не бойся ошибиться. Здесь нет никого, кроме тебя, по сути. Будь и более естественным. И на любые невзгоды смотри с юмором. Вокруг тебя одно бесконечное путешествие. Путешествуй и наслаждайся. Успехов. Хорошие слова. Хорошее пожелание. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 января 2017 года четверг. Шестой день месяца в Югосту уже 7525 лета. Четверик по одному из старинных календарей. Три пути самосовершенствования, внешне, внутренне и трансцендентные. Такова была тема эфира, которую раскрывал Дмитрий Лапшинов. За что тебе низкий поклон. Ты уж не пропадай, пожалуйста, в любом случае. Я так уже от себя. А то там как что-нибудь задумаешь, скажешь, все, в молчании ухожу до 150 лет. Ты знаешь, ты знаешь, конечно, я понимаю, там все здорово, но как бы так, не забывай про друзей. А вам, друзья, тоже низкий поклон за то, что вы, именно вы своим участием создали такой теплый, такой интересный эфир, своими вопросами поддержали нас и помогли Дмитрию и, может быть, и мне как-то раскрыть себя, раскрыть какие-то темы более полно. Да, да, да. Без вас это бы просто не получилось. Я просто под впечатлением всего того, что прочитал в чате, такой теплоты, давно не встречал, так сильно наполнился, что эмоции меня просто перехлёстывают, эмоции в хорошем, то есть сила по-нашему, сила возбуждения, добрая такая. Желаю вам всего самого доброго, друзья мои. Будьте счастливы. Помните, что счастье – это такая штука, которая зависит от вас. Вот что вы верите, то вы и получаете от веры. И поэтому, если вы верите в добро, в свою силу, и если эта вера переходит уже в знание, в мудрость, то тогда вы становитесь настоящим человеком, для которого ничего в этой жизни не закрыто. И всё зависит всегда только от вас. Только от вас и ни от кого другого. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всё нужно, всё важно.